Встреча с новым годом Ну вот это такие организационные объявления О чем сегодня пойдет речь? Те, кто ходит по имени постоянно, знают, что на прошлых лекциях я рассказывал Очень бегло, много было всяких времен событий и фактов обзорно Об аналитическом движении на трех лекциях, соответственно, в Европе, Америке и Востоке, Азии В конце 19-го, начале 20-го века И на прошлой лекции была такая лектическая фрагментарная лекция на тему аналитизма и культура Тоже было огромное количество имен, событий, произведений Сегодняшняя лекция очень сильно отличается Она будет принципиально проблемная То есть будет не так много эмпирики, не так много каких-то фактов, как предыдущих Но будет разговор о некоторых, я бы сказал, фундаментальных проблемах Даже социальных, философских и проблемах революционной теории и так далее Но тема сегодняшней лекции от революционного синдикализма к анархосиндикализму Хронологически это конец 90-х годов 19-го века и до 20-х годов 20-х Очень важная эпоха, это время, когда анархизм достиг своего максимального расцвета Когда возникло самое массовое на сегодняшний день пока в истории массовое анархистское движение Синдикалистское движение А ему предшествовал рефсиндикализм или революционный синдикализм И вот сегодня я в основном буду говорить о каких-то общих проблемах Очень много будет именно всякой теории, философии, как ни страны А вот что такое революционный синдикализм? И чем отличается от анархосиндикализма? Скажем, в советское время их смешивали Называли там запросто рефсиндикалистов анархосиндикалистами И наоборот того же Сореля, о котором я сегодня много буду говорить Обзывали анархосиндикалистами, хотя он никак им не был Это очень две отличающиеся, хотя взаимосвязанные сущности И вот сегодня я расскажу сначала о революционном синдикализме Что это такое, откуда он взялся, чем он был В чем его идеи, в чем его величие, в чем его провалы Почему он стал быстро разлагаться на куски И как из него наконец возникает анархосиндикализм И тоже переживает короткий взлет И потом практически гибель Почему он, собственно, этой гибель наступает Этот вопрос нас выведет на вопрос вообще о громадных Социальных, культурных, политических процессах Этой бурной эпохи, начала 20 века Я хочу сказать, что моё значение немножко облегчает То, что что-то я уже говорил контрабандой Не рассказывая подробно о синдикализме на прошлых лекциях Ну давайте вспомните тех, кто был Скажем, я рассказывал о русских анархосиндикалистах Но на прошлых лекциях, в частности о Новомирском О ОПОСе, о Максимове Когда я говорил о биографиях, об организациях Я очень много затрагиваю эти сюжеты Я говорил, когда речил об Америке Об американском синдикалистском профсоюзе ИРМ, индустриальные рабочие мира, легендарном Наконец, я упоминал про Афора Который тоже с вами буду всем говорить Это аргентинская анархосиндикалистская организация Говорил о спорах и японских анархокоммунистов С синдикалистами То есть, весь этот материал нам привлекется Я буду к нему апеллировать Надеюсь, что большинство присутствующих Это все помнит и слышали С другой стороны, конечно, сегодня наш разговор О синдикализме не будет закончен Потому что он не совсем погиб, надеюсь, к счастью А в 20-30-е годы И как-то будет продолжаться потом Во второй половине 20-го века И мы, конечно, к нему вернемся Ну вот, примерно то, о чем я сегодня Собираюсь рассказывать Как всегда, в начале литература Да, я как всегда принес разные артефакты Не только литературные Ну, в частности, у меня брелок Сломанный, правда, от ключей Подаренных мне лет 25 назад Синдикалистов Это, видите, черно-красные два Пламенные, так сказать Это шведский анархосиндикалист САК Одна из самых крупных современных анархосиндикалистских организаций Сыгравших большую роль в возрождении Анархосиндикализма в постсоветской России Так что их брелок И вот их черно-красное сочетание цветов Ну, это так, это что касается просто для наглядности Ну, а теперь о литературе Есть один главный абсолютно автор по этой теме И не будучи каким-то патриотом, местечком националистом Я с радостью скажу, что он живет в России Причем это не просто русский крупнейший специалист по теме Это крупнейший специалист по теме в мире Он написал совершенно моментальные работы И, конечно, прежде всего, кто интересуется, надо читать его Это Вадим Дамьев Мой хороший знакомый Сам видный деятель анархосиндикализма Доктор наук и так далее Он написал много-много-много статей Много-много монографий Ну, вот я их принес Хотя, как видите, целый баррикад Значит, прежде всего, это два титанических тома Написанных на колоссальном материале Он писал, можно сказать, на моих глазах 15 лет Значит, два тома Называется так «Забытый интернационал» Вот видите, какая колоссальная Из две книжки по 900 страниц «Забытый интернационал» Вадим Дамье «Международное анархосиндикалистское движение между двумя мировыми войнами» Это издательство «Новое театрное обозрение» издало Итак, Дамье Вадим Валерьевич Просто Вадим «Забытый интернационал» «Международное анархосиндикалистское движение между двумя мировыми войнами» Можете поместить, что первый том вышел в шестом году Вот это И он описывает события 18-30-го годов То есть создание интернационала и 20-е годы То, о чем я сегодня в основном буду рассказывать А второй том, 30-й, вышел в 7-м году Москва 7-й, соответственно, будет второй том, да, он чуть потоньше И он описывает события 30-х годов 30-й, 39-й Полтома тут про Испанию, конечно И, конечно, когда я буду рассказывать, надеюсь, уже довольно скоро где-нибудь в феврале Про испанскую революцию Я к этому тому вернусь Итак, первый том, 6-й год, Москва Значит, 18-30-й Ну, хотя он начинает, конечно, с предшествующего периода И второй том, 30-й, 39-й Мы повторяем в основном про испанскую революцию И львиной части этого второго тома Но я понимаю, что не всем, как говорится, не всякая птица довести до середины Депра И не всякий прочтет это Тем более, честно вам скажу При всем уважении к цитаническому труду Вадима Валерьевича Читать это почти так же невозможно целиком, как и Большую советскую энциклопедию Потому что это просто тысячи событий, фактов, встреч, конференций, мероприятий Вот, хотя нужно посмотреть, что там делали наши где-нибудь в Аргентине Там в каком-нибудь 20-м году, хорошо А вот так вот читать страницу на странице Это, конечно, миллионы фактов Поэтому, сжалившись на читателя Вадим Валерьевич написал много сокращенных версий этого монументального труда Их, кстати, уже перевели на кучу языков Издали в Англии Сейчас переводят на китайский, чтобы издать в Тайване, например Вот, ну и так далее Вот я вам покажу такие вот щадящие издания Для такого читателя, который не в силах прочитать следующие страницы Убор фактов и так далее Значит, это первый набросок предшествующих на двухтомнику Вышел на статье всеобщей истории РАН Вадим Дамье, соответственно, называется просто Анароссий Николин в 20-м веке Москва, 2001 год Вот такая маленькая брошончика Ну, с меньше 100 страничек, правда, убористой шрифта Значит, это предшественник этого двухтомника Значит, Вадим Дамье Анароссий Николин в 20-м веке Москва, 2001 год И Вера, и всеобщей истории РАН Вот, ну, это книжка уже довольно экзотическая Ее мало кто достанет В смысле, что тираж маленький И она канула в леп А вот вторая книжка, которую вы реально можете прочитать Вот так, где она? Вот, я засунула сейчас одну шиночку Ага, вот Вторая книжка вышла все в известной, наверное, всем присутствующем в серии Размышляя об анархизме Вот она Она продается, ее вполне реально купите, прочитайте сейчас Значит, она написана уже постфактум После этих двух томов Называется она так «История анархосиндикализма, краткий очерк» Значит, итак, тот же автор Вадим Дамье «История анархосиндикализма, краткий очерк, Москва, 9-й год» Ну, это вот в севере размышляя об анархизме Это сверх жаркий вариант двухдомника Но, замечу, здесь у него книжки про Испанию Про Испанию и Россию не экономил Вот, все-таки Испанская революция – это такой ключевой момент, естественно, для всего В общем, вот, всем рекомендую Эта книжка вполне читабельна Потому что основные мысли здесь есть Фактов здесь в сто раз меньше, конечно Но, в общем, познакомиться с концепцией автора и с основными сюжетными линиями Итак, повторяю, вот, еще раз, последний, кто записывает Вадим Дамье Вадим Валерьевич «История анархосиндикализма, краткий очерк, Москва, 9-й год» Вот, две такие брошюрки и два таких тома Ну, после этого, конечно, все остальное Даже источники, которых я тоже много принес Уже не так монументальные Но, тем не менее Определенный вклад в эту тему внес другой известный автор Который, я постоянно говорю, тоже мой хороший знакомый Тоже доктор исторических наук Да, Шубин Александр Владледович Вот, у него есть такая книга, которую я На каждую вторую лекцию нашего курса таскаю Тоже изданная в НЛО издательстве Значит, называется она так «Социализм, золотой век теории» Да, эту книгу я много раз уже показывал Ветеранам нашего курса Значит, итак, Шубин А.В. «Социализм, золотой век теории» Видите, обложки Маркса и Прудон «Москва, 7-й год» Здесь есть примерно страниц 20, посвященная синдикализму Оксану революционному, неонархию Вот, ну, в общем, неплохая глава Можно ее включить Значит, теперь переходим Что называется, как сказали бы историки К разделу «Источники» То есть, какие-то важные артефакты Свидетельства, памятники, программные документы И так далее Ну вот, кое-что удалось издать В серии «Размышляем о анархизме» Очень важная книжка Всем, кто интересуется революционным синдикализмом Обязательно для прочтения Два автора, анархиста и ревсиндикалиста Эмиль Парто и Эмиль Пуже Как мы совершим революцию Вот это вот синдикалистка утопия Как, собственно, что делать И как они себе доставят революцию Итак, Эмиль Пато, Эмиль Пуже Как мы совершим революцию «Москва, одиннадцатый год» Вот очень важная книжка Но это, собственно, программа Революционного синдикализма В анархистской версии Эмиль Пато, Эмиль Пуже Как мы совершим революцию Сейчас спрашивают Как анархисты себя представляют Будущее общество Переход к ним Вот здесь это как-то представлено Замечу, что это издание Ценно также своими многочисленными предисловиями Во-первых, здесь есть предисловие Кракоткин Еще древнее К первому изданию на русском языке Где Кракоткин в целом благоскольно отзывается Он не анархосиндикалист Но смотрит на анархосиндикализм с симпатией А во-вторых, здесь есть колоссальная статья Современного анархиста-историка Андрея Федорова Которая разбирает подробно Что такое синдикализм Дает биографии авторов Так что эта статья представляет большую ценность Так что, повторяю Помимо самой книги Два предисловия Ну тут еще третье предисловие Между прочим, никто-нибудь о тома Суман Написал, но на фоне Кракоткина и Федорова В данном случае это не так существенно При всем уважении к великому Томасу Ману Вот В общем, такая важная книжка Еще одна программная работа Одного из главных теоретиков синдикализма Кустав Ой, извините, Кустав Заговорился Гюбер или Юбер Как вы говорите на русский язык Ла Гардель Ла Гардель Французский ревсиндикалист Ла Гардель Г Ну иногда Ю Иногда Г Гюбер Юбер Переводят по-разному Революционный синдикализм Это книжка, известная современными анархистами Украины Ну как современными, да Учитывая, как быстро все меняется Не так уж это все современно Донбасс, 99-й год Была такая организация в свое время Да, очень известная РКС Революционной конфедерации анарх синдикалистов Имени Махмана На Украине действовала Вот это она издавала разные брошюры И вот они издали в частности Значит, Донбасс, 99-й год Издание Да, не указывает точный город Так написано Донбасс Ла Гардель Революционный синдикализм 99-й год Донбасс Вот, украинское издание Значит, и еще одна книжка Которую я приносил на многие лекции Она сегодня очень для нас важна Из одного документа Но самого главного Значит, книжка Это хотя и очень такая советская Я бы сказал даже совковая Но ценная При всей своей совковости Значит, называется она так Сборник документов По истории рабочего и социалистического движения Стран Европы и США Такое длинное название Да, но поскольку это Москва 65-й год Тут три четверти Про всяких коммунистов Государственных Но тем не менее Сборник документов По истории рабочего и социалистического движения Стран Европы и США Москва 85-й Тут есть один важнейший документ Ради которого я его сегодня принес Ну и кое-что еще Аминенская хартия Это программный документ Такой классический образцовый документ Революционного синдикализма Она маленькая Я даже сегодня зачитаю Она совсем короткая Вот, в общем, можете пометить Аминенская хартия 1906 года Я о ней сегодня буду говорить Инцитировать Вот, это такой вот Хрестоматийный текст Революционного синдикализма Да, вот она здесь есть Ну, кое-что еще По Франции и по Италии здесь есть Вот, при всей тенденциозности В целом сборника Ну, вот ради Аминской хартии Стоило тащить Дальше А дальше у нас Такой автор О котором я сегодня хочу поговорить Который стоит рядом с революционным синдикализмом Не анархист Но очень важный И для анархизма И для синдикализма И для философии 20-го века Фигура высшей степени непростая Но я хочу сегодня хотя бы Удивить ему какое-то время Это Сорель Жорж Сорель Жорж Сорель Очень интересный товарищ Вот Сейчас его стали активно переиздавать На русском языке К моей радости В частности Вот я принес два издания Не случайно два Они очень разные Даже два разных перевода Главное Вот это размышление о насилии Жорж Сорель Размышление о насилии Сейчас я их назову Это с тобой Значит, первое издание Сорель Жорж Сорель Все тот же Размышление о насилии Москва, 11-й год Это все тот же Урсус Который издает Северно размышляя о анархизме Но в другой серии Здесь размышляя о марксизме Значит, поскольку Сорель К марксизму все-таки Наверное, ближе, чем к анархизму Хотя сложно Сорель Размышление о насилии Москва, 11-й год Это один перевод Перевод Фричи А есть другой перевод Изданный в 13-м году Фоланстером Издательством Фоланстер Связаный с всем известным Нижним магазином Сорель Размышление о насилии Москва, Фоланстер, Трянского Здесь другой перевод Козловского Главного пропагандиста Ревсиндекализма в России И здесь куча всяких ценных материалов Географических о Сореле Здесь большие материалы О нем Даниэле Горреби Известный итальянцем Забавно Я когда сейчас готовился к лекции И посмотрел переводы Фричи и Козловский Подумал, что что объединяет Этих двух людей Кроме Тесак Сорель Что оба они были приятелями Моего любимого героя Алексея Алексея Васильевича Борового Но оба перевели Сорель Сорель был невероятно популярен В начале 20-го века И очень намного повлиял Как мы увидим Так что вот имейте в виду 11-й год Урсусовское издание Без всяких Статей, предисловий В перевод Фричи И 13-й год Фоланстеровское издание С кучей всяких ценных материалов Текстов В перевод Козловского Вот два перевода Одной важнейшей книги О которой я сегодня Скажу довольно много И еще переиздал тот же Урсус Другую книжку Сореля Сорель Введение в изучение Современного хозяйства Жор Сорель Введение в изучение Современного хозяйства Москва, 11-й год Все тот же 11-й год И все тот же Козловский Введение в изучение Современного хозяйства Москва, 11-й год Пошли дальше Теперь мы переходим Как сказали бы историки от источников литературы и кастреографии к тем авторам, которые писали о синдикализме. В начале XX века литература была колоссальна. Синдикализм был одним из самых ярких явлений в истории. И из того, что я не принес, я, вы знаете, часто называю кучу книг, которых я не принес по разным причинам, я, пожалуй, ограничусь только одним именем всем, кто интересуется этой темой. Но литература на эту тему совершенно не обозрима. Была, по крайней мере, в начале XX века. Вот это имя, я думаю, всем присутствующим знакомы, потому что все в нами имеете представление о русской истории, об истории освоительного движения. Это не кто-нибудь, а Чернов Виктор Михайлович, знаменитый вождь и теоретик партии эсеров, нет, никоим образом не анархист. Он очень интересовался как все синдикализмом, и у него есть одна работа, не переиздававшаяся, задумствовали теоретики романского синдикализма. Вы можете писать, да, критическая работа, но очень глубокая. Виктор Михайлович Чернов, теоретики романского синдикализма. Вот как все, что писал Чернов, любопытно. Это как бы взгляд со стороны, такой ревнимый взгляд конкурента, сочувствующего полоса юзи, как его оппонента. Чернов, теоретики романского синдикализма, 110 лет не переиздавалось, но вы можете найти его в одной библиотеке, большой. И еще у него есть главный его труд, уже написанный в «Эмиграции», перездававшийся, но я его не принес, сегодня конструктивный социализм, где он попытался как-то изложить свое видение социализма после опыта русской революции, и там он синдикализм тоже довольно много пишет. Поэтому вот обращу ваше внимание на работу Чернова. Все-таки он крупный, мыслитель социалистический. Теперь возвращаемся все-таки к анархистам. Еще одна книжка, последняя на сегодня, измена, я все ее размышляю об анархизме. «Лебедев. М.К. К истории интернационала. Итапы международного объединения труящихся». Ну, вы можете не писать этот заголовок, этапы, а просто «Лебедев. М.К. К истории интернационала». «Лебедев. М.К. К истории интернационала». «Москва. Десятый год». Все та же серия. Кто такой Лебедев? Лебедев – анархист, географ, друг Кропоткина, который в 20-е годы возглавлял серию книг «История анархизма. Монархосиндикальственная засти и голос труда». Вот, здесь он пишет о первом интернационале, но последняя его глава, третья страница, посвящена синдикализму. Вот, поскольку синдикализм считается, как и многие, продолжателем великого первого международного товарищества рабочих, то последние третьи страницы посвящены именно синдикализму. Поэтому можете себе понятия, да, последняя глава как раз о том, что мы сегодня будем говорить. «Итапы, Лебедев. М.К. К истории интернационала». Вот, то есть, она завершается, эта глава завершает собой разбор первого интернационала, того еще великого времена, Бакунина и Марксова. Ну, книжка, которую я часто ношу, но она здесь сегодня нам пригодится, да, «Даниэль Герен. Анархизм от теории и практики». «Даниэль Герен. Анархизм от теории и практики». Ну, издатель, современное анархистское издательство «Радикальную теорию и практику» издала. «Москва, 12-й год». Я, кстати, был корректором. Вот, значит, «Даниэль Герен. Анархизм от теории и практики». «Москва, 12-й год». Здесь есть большая глава про синдикализм, вот, тоже можно всем посоветовать. Еще одна книжка, которую я часто таскаю, и автор, о котором я часто говорю, современный русскоязычный анархист, живущий во Франции, сам пишущий, сам себя издающий в собственном издательстве, историк Александр Скирда, вот, «Индивидуальная автономия и коллективная сила». «Индивидуальная автономия и коллективная сила. Обзор либертарных идей и практик от Продона до 1939 года». Александр Скирда, «Индивидуальная автономия и коллективная сила. Обзор либертарных идей и практик от Продона до 1939 года». «Париж, 2002 год». Ну, эта книжка редкая, да, мало где ее в России можно встретить, вот, но, тем не менее, называют всякий случай. «Александр Скирда, «Индивидуальная автономия и коллективная сила. Обзор либертарных идей и практик от Продона до 1939 года». Несколько глав посвящены синдикалистам, естественно. Еще, значит, переходим уже к каким-то брошюрам и статьям понемножку. Еще один автор, который немало занимался и синдикализмом, и тот автор, о котором я тоже часто вам говорю, это Рублев, Дмитрий Иванович Рублев, современный, один из ведущих историков анархизма, и сам анархист тоже, значит, вот у него есть такая статья с очень длинным названием, простите, не я так называл, «Влияние французского революционного синдикализма на формирование антиэтатистских концепций российского анархизма». Еще раз простите, да, Рублев Дмитрий Иванович, «Влияние французского революционного синдикализма на формирование антиэтатистских концепций российского анархизма». Ну, в общем, можно взять только начало. Это такой сборник, вышедший все тоже из общей истории, «Власти общества в представлении левых общественно-политических движений». «Власти общества в представлении левых общественно-политических движений», «Москва 5-й год». Здесь есть статьи Шубиной, там есть, естественно, вот, но и, в частности, большая статья Рублева, очень важная. Как-то напоминаю, что в перерыве и по окончании можно подойти и все это полистать, а кто заинтересовался, руками трогать, что называется, желающим. Вот, теперь брошюры. Брошюры, в большом количестве издававшиеся последние 20 лет, современными анархистами, переводные в основном, написанные на Западе и издавленные у нас, да. Вот несколько совсем прочных брошюрок. Вот эта брошюрка издана современными анархосиндикалистами, да, входящими в МАТЭ, то самое анархосиндикалистское синтроционал, о котором я сегодня буду говорить. Но перевод это с французского. Значит, автор брошюрка «Пьер Банс, Этьен Дешан». «Пьер Банс, Этьен Дешан, что такое анархосиндикализм?» Вот такая совсем прочная брошюра, что называется «Ликбез». «Пьер Банс, Этьен Дешан, Дешан, что такое анархосиндикализм?» Ой, спасибо, это очень ценно. Это годно пересохло. Итак, Пьер Банс и Диэн Дешан. Что такое анархсиндикализм? Москва 1906. Изданы нашими современными российскими анархсиндикалистами, тем самым давние и другими. Значит, Москва 1906 год. Такая брошюра Лебезовская. Еще две брошюрки восходят вот к той самой САК, шведской анархсиндикалистской организации. Они тоже переводные, но одна, видите, даже в черно-красной расцветке, изданная. Тут нет никаких выходных данных, ни год, ни место. Но я, поскольку я к этому был честь и причастен, это где-то 1991 год. Перевели русские, написали шведские. Вот, синдикализм. Просто такая черно-красная брошюрка. Вот, синдикализм. Здесь такое популярное изложение совсем азов синдикализма. Для тех, кто интересуется, могу сказать, что тут есть одна пикантная вещь. Ну, я, несомненно, принесу в соответствующее время. Но на всякий случай, вот на второй странице есть фотография историческая. Она не имеет никакого отношения к тому, о чем я сегодня буду рассказывать, но не могу не сказать, раз я сейчас принес эту брошюру. Вот, видите, фотографии первой анархистской демонстрации в России за 70 лет, в 88-м году, 28-го мая, несанкционированные, когда анархистов еще на Тверскую, так далее, еще и Цугольку. Вот, здесь есть некоторые люди, которых, наверное, присутствующие знают. Например, Влад Тубикин еще с бородой. Тут я сзади, на заднем плане не имею. Ну, и так далее, и так далее, с аквакатом Бакунина. Ну, это, в общем, такая вот фотография первой демонстрации анархиста в 88-го года в Москве. Вот. Ну, это ладно. А так, в общем, вот брошюра шведских саховцев. И их же переводная брошюра называется так «Организации трудящихся и методы синдикалистского действия». Организации трудящихся и методы синдикалистского действия. Организации трудящихся и методы синдикалистского действия, тоже САГ, светские анархосиндикалисты. Это Москва 92-й год, тоже издана уже Российской конфедерацией анархосиндикалистов. Дальше уже совсем небольшие статьи, главы и так далее. Я, конечно, прихватил одно из самых легких изданий своей «Краткая история анархизма», ее множество раз переиздавали, но это самое легкое из девяти изданий, которые у нас есть. Тут есть отдельная глава про синдикализм, анархосиндикализм и так далее. Несколько страничек, буквально пару, но тем не менее принесы, раз уж есть. Очень ценная, маленькая, но очень важная статья для всех, кто интересуется, принадлежит все тому же Вадиму Дамье. Статья называется так, очень важная статья, я ее даже в прошлый раз приносил, «Анархизм и рабочая культура». Тут несколько страниц именно о субкультуре, о ценностях, о смыслах, о ритуалах, именно о том, что такое было рабочее движение начала XX века, что это был реальный альтернатива существующему обществу и так далее. Ну, в общем, несколько страничек, но очень важная статья Дамье «Анархизм и рабочая культура» — это сборник Примухинских чтений X-го года, а издана Москва XII год. Итак, «Анархизм и рабочая культура» — статья Дамье, значит, Примухинские чтения X-го, а издана Москва XII. Ну и, наконец, как обычно в последних лекциях, совсем чуть-чуть сам издата современного анархистского. Значит, во-первых, статья с критикой современного, ну и вообще анархосиндикализма, написанной более радикальными анархистами, называется «Рабочий анархизм». Рабочий анархизм без автора, а издано это все в издании Петра Крадица, это издание Питерского автономного действия, номер 8, 2008 год. Итак, «Рабочий анархизм», статья Петра Крадица, это набегается, Питерская А.Д., Москва, ой, Питер, это еще раз, мой год, номер 8, 2008 год. И два номера желтного наперекора, которые мы издавали в том, что в 2002 году, значит, одна статья, значит, я ее уже не раз показывал, Кирилл Лиманов, современный историк анархизма, статья «Анархистская символика». Здесь очень много уделяется символике синдекалистов, как появилось черно-красное знамя, там, и разные другие символы, вот, «Анархистская символика», статья Кирилла Лиманова, значит, это журнал «Наперекор», 7-й номер, 98-й год, номер 7, журнал «Наперекор», Кирилл Лиманова. И, наконец, последок, моя опросочная статья, но все-таки я решил ее скромно упомянуть, это последний номер «Наперекора», номер 12, 2002-2003 год, это рецензия, развернутая на первую книжечку Дамье «Анархистская символика» в 20-м веке. Он выпустил книжечку и я написал рецензию. Ну, тут я кратко высказал, что я думаю о книжечке и об «Анархистская символика». Вот, так что ваш покорный слуга, Дагилл Лиманов. «Наперекор», 12-й номер, 2002-2003 год, рецензия на ту самую оранжевую брошюрку Владимира Валерьевича. Вот, ну вот, как видите, сегодня у нас среднее количество литературы, не то, что много, но не то, что мало. Вот, можно будет кое-что посмотреть по поводу дела. Итак, начнем. Значит, до перерыва я расскажу в основном о эволюционном синдикализме, откуда он взялся, ну и после перерыва специальной ассорели и об эволюции и появлении анархистских синдикализм. Вот примерно такой у меня запись. Значит, итак, после, давайте вспомним некоторые глобальные процессы и сюжеты, о которых речь шла на множестве предыдущих лекций. После разгрома политической кампании, после воцарения европейской реакции Бисмарка и так далее, после провала анархистских восстаний в Испании и Италии, после перехода значительной части рабочих на позиции авторитарного социализма, такая смесь Лассаля и Маркса, немецкая и другая социал-демократия, партии, потом даже во Франции. Вот многие бывшие анархисты устремились, например, Андреа Коста, сподвижник Бакунина, анархист создает итальянскую партию, социалистическую. Бывшие анархисты, французские, Поль Бурсе и Жюль Гетт создают французскую соцпартию. В общем, очень многие рабочие кинулись в партийную политику, даже анархисты. То есть вот такая ситуация глубочайшего разгрома анархистского движения в 80-е годы. Многие анархисты об безысходности начинают кидать бомбы, о чем могла Ирова Шолевщина, убивать президентов, королев и министров. В общем, анархизм оказывается где-то на обочине. Но к грани с начала 20-го века с этой обочины анархизм выбирается. Происходит ряд вещей. Во-первых, появляется Кропоткин, который предлагает какую-то очень могучую идею, новую идею десинтеза, который многим показался прорывом, научный анархизм, о чем я не раз говорил. То есть на уровне теории появляется могучий мыслитель, который предлагает что-то очень наукообразное, аргументированное, подробное. На уровне искусства и культуры происходит то, о чем я говорил на прошлой лекции. То есть множество писателей и художников, да, я упоминал все эти имена, начиная от Камиля Бессаро, Густаро, Курбе, Малевича, Игеа, в живописи до Кавки, Гашика и множества других в литературе устремляются буквально в анархизм, так или иначе. И, наконец, происходит прорыв в анархистской тактике и организации. Прорыв этот происходит и называется как раз революционным синдикализмом. То есть некоторые анархисты говорят, надо идти к рабочим, надо идти в рабочую организацию. Да, анархист должен работать в рабочей массе. А значительная часть рабочей массы начинает в это время двигаться к анархистам. Происходит такая взаимная конвергенция, взаимное движение. Что же это такое? Дело в том, что значительная часть рабочих разочаровалась очень быстро в социал-демократии, в тридемианизме, в тридемианизмских профсоюзах, в социал-демократических партиях. Ну, там было много отвратительного. Да, партии быстро обуржуазивались, бюрократизировались. Ну, самый яркий пример, самый крупный из них немецкая социал-демократическая партия. Миллион членов, огромное количество, так сказать, получают на выборах. Но фактически это новое чиновничество, новые налогоплательщики, реформизм, оппортунизм. Да, и все это не нравилось многим рабочимам в разных странах. Да, хочу сразу заметить, что то явление, о котором я сейчас буду говорить, революционный синдикализм, оно в основном связано, если в эти Европы, с романскими странами. Все та же тема, да, немцы против романских стран. То, о чем еще Бакунин так много писал. То есть, если оплотом социал-демократии остается Германия, то революционный синдикализм возникает в романских регионах. Франция, прежде всего, потом Испания, Италия, и из других регионов Южной Америки, Аргентина. Ну, и потом еще Северная, индустриальная рабочая мира. Вот. Но если мы говорим о Европе, то это вот старое деление немцев против романских народов. Так вот, есть значительная часть рабочих. С одной стороны, это квалифицированные рабочие. Ремесленники, которым не нравится эта фабричная система, фордизм-билоризм зарождающийся, вот это патагонное, когда ты превращаешься в орудие. Им все это очень не нравится. Им не нравится вот эта дисквалификация. И они не приемлются. С другой стороны, это самые отверженные и самая угнетенная часть рабочего класса, которой действительно нечего терять, кроме своих цепей. И вот, с одной стороны, самые пролетаризированные слависты, с другой стороны, высококвалифицированные ремесленники, они оказываются восприимчивыми к каким-то идеям, ну, если не прямо анархистским, то либертарным. По крайней мере, им не нравится вот эта партийно-парламентская, триллионеристская политика. Ну, я сейчас сначала скажу общие слова, а потом немножко эмбирики, да, прежде всего, на примере Франции. То есть, вот каковы истоки появления революционного синдикализма. Если говорить о психологических истоках, вот то, о чем очень много пишет Дамьев в своих работах, рабочие первого поколения, они пришли из деревни. Для них город – это ад. Для них фабрика, завод – это хуже смерти. Они сохранили в себе вот эти прекрасные общинные начала, да, салитарность, взаимопомощь, поддержка, да, вот все эти анархистские вещи. Они способны к поддержке, они еще не атомизированы. С другой стороны, вот эта вот ремесленническая струя, о которой мы говорили. И с третьей стороны, давайте вспомним, это конец 19 лет, еще нет никакого социального государства. Нет никаких, что вы, там, пенсии, платы за травмы производственные, обраничение рабочего дня. То есть спасение от обащиха – дело у самих от обащиха. Сами рабочие должны друга поддерживать. Сами создают свои кооперативы, свои фонды помощи на случай забастовок. Забастовки все вне закона в основном запрещены. То есть очень радикальная сфера социальной помощи рабочим принадлежит самим рабочим. Она не государственная. Вот, то есть давайте все это вместе суммирим. Наступает грозовая эпоха начала Центра века, эпоха катастроф, взрывов, революций. Невероятный радикализм рабочих, невероятно тяжелые условия их жизни. Вот эти сохранившиеся общинные прекрасные традиции солидарности и сопротивления взаимопомощи, точнее. Вот это часто еще воспринимающиеся как катастрофа, ломка, фабричная. Люди еще не стали частью мегамашины. Для них мысль о том, что работник может добавлять трудом, не кажется дикой, как будет казаться человеку в среднем 20-го века эпохи Кавки. То есть, почему бы трудящимися не командовать производством, если он еще не дисквалифицирован, не специализирует? Существует вот эта субкультура. Тут очень важное словосочетание, я скажу о Франции. Вообще, в основном у нас вначале сейчас будет Франция, главный герой наш. В 1986 году возникают биржи труда, так называемые. Очень важное слово, запомните его. Оно мало имеет общего с тем, что у нас вызывает ассоциации слова биржа. Это не место, где играют какие-то лейтенаторы, спекулянты. Биржа труда – это очень просто. Это место, где накапливается информация о трудоустройстве рабочих. Сами рабочие помогают в грубо трудоустроиваться. Это очень важная часть этой системы. Наряду с кооперативами, наряду с профсоюзами, часто нелегальными и так далее. И вот это отталкивание от социал-демократических партий, от вреда унионов, от бюрократии. И это происходит и на уровне вождей, теоретиков, активистов. Многие вчерашние марксисты сохраняято коррекционный мир. Им не нравится играть в эту игру, кто больше получит на выборах. Вся политиканство, все это предстоит на демократии. И вот, повторяю, идет такой дрейф. Теперь давайте подытожим то, что я сейчас сказал. С одной стороны, некоторая часть анархистов приходит в рабочую среду и несет с собой дух артикализма, либертарные практики, идею самоорганизации, антиэтатизма, спонтанности, подрыва веры в закон правосудия, ужасную законность, легальность. А с другой стороны, какая-то часть самих рабочих масс и рабочих активистов, часто вчерашних, или даже не вчерашних, а просто марксистов, оставаясь марксистами, не становясь анархистами при этом. При этом не приемлемет тридвинионизм, торговлю, так сказать, за три копейки выбить из капиталиста, все эти политиканские штуки, все эти партийные и дургатические игры. И вот, можно сказать, если очень примитивно, формула революционного синдикализма, как он возникает, это гибрид, с одной стороны, анархизма, а с другой стороны, революционных элементов марксизма, вот такой вот возникает странный, причудливый сплав. И это оформляется на идейном уровне. То есть, если мы говорим о теоретиках, ну, наверное, стоит сказать два слова, об идейных источниках того, что будет называться эволюционный синдикализм, во-первых, это оглядка на традицию первого интернационалаа. Я уже говорил, первый интернационал был недолго, но он стал такой символической вещью, потому что он впервые объединил рабочих на международном уровне, он поставил теоретические вопросы, он выдвинул программу освобождения труда капитала, он стал полем дискуссий, полем расколов, и вот он выдвал ряд любых принципов, пока пока еще не будет говорить. И не случайно, что все бесчисленные последующие интернационалы, которые будут анархистские, синдикалистские, троцкистские, большевистские, социал-демократические, они будут как-то оглядываться и апеллировать, говорить, нет, это наш интернационал, самый первый, да, вот. Особенно смешно с троцкистами, да, сейчас существует примерно 24-х интернационалов, и каждый четвертый интернационал говорит, что именно он из этих 24-х интернационалов является продолжателем того самого первого. Вот. Ну, в общем, с интернационалами интересно, да, они размножаются почкованием часто, но я к тому, что все-таки тут прошло немного времени, тем более во Франции, да, от парижской коммуны, от первого интернационала, и вот они как-то хотят вернуть, восстановить эту традицию. И если говорить о этих идей, с одной стороны, идеи Трудона, который говорил, как вы помните, критиковал разделение труда, антиэтатизм, федерализм, да, вот это акцент на ремесленничество, социальная справедливость, какие-то консервативные даже идеи, Бакунин отчасти. А с другой стороны, революционные элементы марксизма, да, все-таки Маркс, это не только и не столько идти в парламент и получать голоса и создавать свои партии, которые на выборах что-то выигрывают, у Маркса есть и много другого, как мы знаем, вот. И в результате, если мы говорим о теоретиках того, что возникло, под названием революционный синдикализм, там есть и чистые анархисты, пришедшие в движение, и есть вчерашние марксисты, разочаровавшиеся в каких-то элементах марксизма, значит, ну и пришлось и тем и другим, конечно, многим поступиться, от многого отказаться, о чем я еще скажу в отношении анархистов. Ну, давайте назовем имена сразу, дальше я буду к этим именам обращаться. Если говорить об анархистах, то надо назвать несколько фигур. Ключевая фигура здесь, конечно, это Эмиль Куже, француз, один из авторов той книжки, которую я вам показывал, как мы совершим революции, Эмиль Куже. Он имел за собой долгую биографию революционера, участвовал в коммуне, дружил с Луизой Мишель. Он издавал газету для рабочих, впоследствии он станет одним из главных практиков, теоретиков революционного синдикализма. Он, однако, сказал такую парадоксальную фразу, обратить на нее внимание. Я анархист, но анархия меня не интересует. Это очень напоминает, я думаю, любому историку, и человек, немножко знающему историю левых движений, фразу Бенштейна, знаменитую, да, «конечная цель ничто, движение и все». И действительно, эта ассоциация не случайна. Вот как Эдуард Бенштейн в социал-демократии, ближайший сподвижник и ученик Маркса и Энгельса скажет, «коммунизм там далеко, конечная цель ничто, а вот движение, уступки, реформы – это все». И после этого Бенштейна обвинили в ревизионизме, оппортунизме и так далее. Вот Бенштейн в социал-демократии. Вот я бы сказал, что это уже такой Бенштейн только в анархизме. И это спорный тезис, тезис уязвимый. Я анархист, но она меня не интересует. То есть анархист должен идти к рабочим и бороться и создавать синдикаты. А что он там будет дальше, посмотрим. Конечно, куча правоярных анархистов будет потом его ругать и говорить, ты поступаешь со принципами, ты обрезаешь свою программу, ты идешь к несознательным массам и так далее. Ну то есть, как всегда, можно выиграть в поддержке масс, в действенности, в реальной работе, но приходится поступать в какую-то частоту принципов. Итак, Эмиль Кузея, ну я застрял, давайте другие имена быстро проговорю. Тот самый Эмиль Патрон, который был соавтором книги, которую я показывал, еще одна очень важная фигура, все это французы, Фернан Пелутье. Фернан Пелутье. Вот эти имена можно продолжать, но вот это самые ключевые анархисты, игравшие большую роль во французском революционном синдикализме. Но есть еще отдельная группа, о ней я поговорю особо, я главный у нее представителей уже сразу после перерывчика, это группа бывших марксистов, разочаровавшихся в некоторых аспектах марксизма, отвергших, или отвергнувших по-русски, не знаю, парламентскую политику, партии, эйфорнизм и в чем-то сблизившихся с анархизмом, это Джордж Саре, самый крупный фильм, самый яркий, самый спорный. Но также это Юбер Лагардель, или Гюбер, по-русски по-разному пишут, Юбер Лагардель, Артур Лабриола, это уже итальянский профессор марксистский, и так далее. Вот, Сарель, Лагардель, Лабриола и другие. Ну, достаточно этих имен, учитывая, что у нас бедный такой бедовский курс, я думаю, что хватит достаточно этих. Итак, теперь давайте поговорим, что же в итоге за сущность получилось. Да, ну, прежде чем, давайте так, чередовать фактуру с обобщением, немножко фактура. Начинаете все во Франции. Вот я уже сказал, возникают биржи труда, следующая важная дата, 1895 год, возникает организация, которая станет самой известной организацией революционного синдикализма, ВКТ, всеобщая генерация труда во Франции. В 95-м году. А в 902-м году происходит объединение биржи труда, которые были более анархизированы, и ВКТ, всеобщая конферерация труда, и считается, что со 2-го примерно года, 1902-го по 8-й год, вот эти 6 лет, это время доминирования анархистов в этом крупнейшем профсоюзе французском, который станет образцом для всего революционного синдикализма в других странах. Значит, вот, и следующая важная дата, две важные даты, 1 мая 6-го года, всеобщая конференция труда совершает то, чего до сих пор в Европе почти не было, что было предметом постоянное дискультирование, мы дальше будем говорить ключевое понятие, ключевое, я бы сказал, миф, символ, священная корова, анационного синдикализма, это идея всеобщей захватной стачки. И все спорили, хорошо, это плохо, возможно, невозможно, путь это к революции, не путь к революции, но долгое время считалось, что это невозможно. Хотя была уже какая-то всеобщая стачка в Бельгии, в конце 30-й год, но что такое, в Бельгии, все-таки, при всем к ней, уважение, не очень большая страна, но всех очень потрясла Россия. Вы, опять же, вспомните, октябрь 5-го года, всероссийская стачка, которая привела к знаменитому октябрскому манифесту к уступкам романовского режима, да, и вот этот российский опыт показал, что нет, всеобщая стачка – это возможно. Хотя этот опыт, российский опыт в осени 5-го года был очень важен для синдикалистов. Хотя, скажем, социал-демократы спорили с этим, кто-то из них чуть ли не Алмаз Бибель, сам сказал, что всеобщая стачка – это всеобщая нелепость. Ну вот вам нелепость, нелепость, однако это возможно. И вот, давайте вернемся, 1-го мая 1996-го года, не случайно дата, 1-го мая, ВКТ являет первую всеобщую стачку в Франции за 8-ми часов на рабочий день. Очень важный такой психологический барьер перейти. Да, всеобщая стачка, еще не захватная, конечно, но всеобщая, хотя, конечно, на самом деле, не всеобщая, потому что, естественно, не все рабочие были в этом профсоюзе, но достаточно массовая. И пик, как бы последняя дата, чтобы вас не слишком заваливаться с событиями, все в том шестом году, но уже в конце его принимается главный документ, о котором я уже говорил, который станет такой иконой революционного синдикализма – Амьенская хартия. Амьенская хартия – программный документ, провозгласивший основные идеи революционного синдикализма. Она очень небольшая, поэтому, я понимаю, со слуху воспринимать плохо, но я ее сочетаю, потому что текст очень яркий, и дальше мы его разберем подробнее. Вот послушайте, она есть в этом сборнике. Итак, Амьенская хартия, октябрь 6-го года, принятая в ВКТ. Послушайте. Конфедеральный съезд по мнению подтверждает статью 2 Устава ВКТ, в которой говорится «ВКТ объединяет независимо от какого-то него политических течений всех трудящихся, сознающих необходимость борьбы за уничтожение системы наемного труда и предпринимательства». Съезд считает, что это заявление равносильно признанию классовой борьбы, которая противопоставляет на экономическую очередь поставших трудящихся всем формам эксплуатации и улетения, как материальным, так и духовным, осуществляемым как туристическим классом против рабочего класса. Съезд уточняет при помощи следующих пунктов данную теоретическую декларацию. В своей борьбе за повседневные требования, профсоюзное движение стремится к координированию рабочих сил, к поднятию благосостояния трудящихся при помощи непосредственных улучшений, как то, сокращение рабочего дня, увеличение заработной платы и так далее. Но эта работа составляет лишь часть задачи профсоюзного движения. Оно подготовляет полное освобождение, которое может быть достигнуто только путем поступляции капиталов. Оно предлагает как средство борьбы всеобщую стачку и считает, что профсоюз, являющийся в настоящее время объединением для сопротивления, сделается будущим объединением для производства и распределения основной реорганизации общества. Съезд заявляет, что эта работа, как повседневная, так и стремящаяся к конечной цели, вытекает из самого положения наемных рабочих, которые давят на рабочий класс и ставят всех рабочих, независимо от их убеждений и политических и философских течений, перед долгом принадлежать к тому основному объединению, которым является профсоюз. В соответствии с этим, поскольку дело идет об отдельных личностях, Съезд заявляет, что каждый человек профсоюза совершенно свободен, участвует в непрофессиональной организации в тех формах борьбы, которые соответствуют его философским и политическим убеждениям, требуя от него взамен только одного – не вносить в профсоюз те мнения, которые исповедуют вне правдвижения. Что касается организации, то Съезд заявляет, что для того, чтобы правдвижение достигло наибольших результатов, экономическая борьба должна вестись непосредственно против предпринимателей, так как примыкающие к КТП в качестве профсоюзных объединений не должны считаться с партиями и сектами, которые вне профсоюзов или наряду с ними могут свободно добиваться со своей стороны переустройства общества. Вот очень короткий текст, извините, что я его сочетал, но тут все основное сказано. Вот что такое ревсидикализм, это о немецкой карте и каждое слово, что называется, важно. Давайте его разберем. А каковы же основные принципы? Во-первых, это возвращение к идеям первого интернационала. Освобождение трудящихся деловало самих трудящихся. То есть очень важно. Не кто-то даст освобождение, а мы сами. Вот это очень важная идея. В профсоюзовом состоят только трудящиеся, никакие менеджеры, биржиталисты и так далее. Нет, очень важная идея. Во-вторых, основная форма борьбы и основная форма, что очень важно, как мы заметили, будущее общества, это профсоюз, синдикат. То есть синдикат, каркас будущего общества. И синдикат, главное, где борьбы. Тут возникает еще одна очень важная особенность революционного синдикализма, не разделять политику и экономику. Вот есть классическая модель и буржуазная модель, какая-нибудь партия, не знаю, либеристов или кого угодно, либералов. И трейд-юнионы. Партии борются в парламенте на выборах, трейд-юнионы торгуются за то, чтобы платили чуть больше и работают чуть меньше. Или возьмем социал-демократию. Есть социал-демократическая партия, есть профсоюзы. И какая идея появляется уже у марксистов, а потом Ленин ее предельно цинично выразит, что рабочие сами не понимают своего счастья, они не знают, с чего надо, они могут перестать только ответ винионизма. Нужна, чтобы была партия, авангард, часто не из рабочих, помните знаменитую печальную работу Ленина «Что делать?», которая вносит правильные марксистские учения в отстанные рабочие массы. То есть партия ведет, она знает, она ставит статистические цели, и есть рабочие, у которых только трейд-юнионизм и все больше ничего. Так вот, революционный сенекализм порывает из традиции традиционно-буржуазных партий трейд-юнионов, из традиций статал-демократических партий и профсоюзов. Профсоюз, нет деления, профсоюз и партия, экономика, политика, дальняя цель, ближняя цель. Профсоюз ведет в борьбу за текущие вопросы, но ставит целью революции. И он является ее моделью. А профсоюз не нуждается в такой партии над собой. Пусть будут партии, да, тут написано. Хочешь состоять, в чем хочешь. Тут, опять же, революционный сенекализм стремится снять раскол. Марксист прекрасный, может быть социал-демократ, анархист прекрасный. Но это вне профсоюза. Синдикат самоцельный. То есть, можно сказать, что это такое приверение, синтез, а можно сказать, что это дневой компромисс. И понятно, что в итоге из этого выйдет новый распор. Не нужно быть очень глубоким наследием, чтобы понять, что это недолго продлится. Но в какой момент казалось, что это сила. То есть, да, очень важный вопрос. Не предрешать будущее. Мы не строим до никаких программ. Очень важная идея революционного синдикализма, о чем я еще много буду говорить, это акцент на спонтанности. То есть, мы не описываем, мы не пишем какие-нибудь антидюринги, в которых как там все будет, или что-нибудь еще. То есть, жизнь покажет. Вот в это время философия жизни, очень повлиявшая революционный синдикализм, жизнь спонтанно, творчество масса спонтанно, не нужно выдумывать теории из головы. Теории только вызывают споры. Выдумывайте теории, создавайте партии, но вне профсоюза. Но, что очень важно, профсоюз не связывает себя только борьбой за торговлю на рабочем месте, он ставит стратегическую цель уничтожить классовые деления. Да, то есть, повторяю, несколько принципиально важных вещей. Профсоюз как основное орудие борьбы, как основа будущего общества. Отказ от партийной вражды и вынесения ее за рамки революционного синдиката, отмена деления на дальние цели и ближние, они неразрывны, на политику и экономику. Это вот несколько таких самых общих вещей. Теперь чуть-чуть поподробнее. Смотрите, я сказал, что революционный синдикализм – это странный сплав каких-то идей марксизма, революционного марксизма и анархизма. Что здесь от марксизма? От марксизма здесь индустриализм и рабочизм. Есть такое слово, да, простите, оно в некоторых городах существует в лосканцегине, я его придумал. То есть, культ рабочего, культ индустрии, культ города, рабочий класс, классовая борьба, индустриальное общество. Вот это все вообще марксистские идеи, в каком-то смысле даже экономический детерминизм. Это все от марксизма. Особое внимание к рабочим, апология индустриальности, урбанизма, экономики – это все наследие марксизма в синдикализме. А что есть от анархизма? От анархизма здесь антипартийность. Не нужно к ним партиям. То есть, пусть будут, но это, так сказать, пятые пересадки, пятое колесо в телеге. Антипарламентаризм. Задача синдикатов – не бороться за места в парламенте. Никто не может представлять рабочей, какие депутаты. Антиэтотизм. Прудоновская идея – давайте уничтожим политическое государство и оставить только экономическое общество. Политика – некая паразитная экономика. Это идея Прудона, как вы помните. То есть, антиэтотизм. И федерализм, и децентрализм. Строение этой организации. Не только отталкивание от стал-демократии, но и от тридунионизма. То есть, я вам сказал, от тридунионизма отталкивание в чем? Радикализм, революционность. Тридунионы обычно не ставят целью уничтожить капитализм и построить новое общество. Революционные синдикаты ставят такую задачу. И строение. Принципиальный отказ от освобожденных работников. От профбюрократии. Не только партбюрократии, но и профбюрократии. То есть, маленькие рабочие группы, децентрализация, спонтанность. То есть, вот бич рабочего движения, профбюрократы, которых легко купить, которые легко поддаются оппортунизмом и так далее. То есть, антибюрократический пафос. В этом смысле антибюрионистские, антипартийные, антипарламентские. Культ стихийности, радикализм. Это все анархическое. И вот несколько понятий, которые создаются революционным синдикализмом. Это понятие, ну ключевое понятие, это прямое действие. То самое аксион-директ, если мы сейчас о Франции. Обычно по данным действиям понимают, там, бей, груши, убивай, бомбы. Нет. Прямое действие совсем не то. Во-первых, прямое действие, это действие самих рабочих. Никто не даст нам избавления. Не похнется, а не депутат, да, как поется интернациональный сочиненный анархистскому жанру Кватье. Не добьемся на освобождение без всякой драки за мандат. Так вот, да, это один из переводов более точных, чем канонически известный. Так вот, прямое действие, это действие самих рабочих. Тут два важного. Действие без посредников, то есть нет представительства. Парламент – это представительство, партия – это представительство, политики – это представительство. И не надо. То есть прямая демократия, да, скажем так, говоря современным языком. И второе – без санкций. То есть не смотрим на законы, не смотрим на что там написано в вашем возразном законодательстве. Возможно, несанкционируемые действия в ходе насильственных. Ну, это не значит, что прямое действие – это обязательно насилие, убийство, потоки крови. Нет. Это действие без посредничества и без санкций. Ну, старая атактическая идея – единство целей и средств. Нельзя прийти к свободе, убивая свободу, через диктатуру. Нельзя освободить человека, передавая заботу о нем какому-нибудь опекуну, будь то депутату, партийный деятель. Прямое действие. Очень важная идея. Какой набор тактический? Ну, поскольку революционный синтекализм связывает текущую борьбу со стратегической, то он говорит, очень важно не подвяживать в партюнизм, а очень важна выработка работы. То есть мы строим сейчас рабочую культуру. Мы создаем при себе вектории, библиотеки, кооперативы, школы, вырабатываем систему ценностей своих символов. Тоже 1 мая, да, как символический день, борьбы и так далее. Свой пункт дон героев. Повторяю, это очень интересно. Кому интересно читать статью Дамье, о которой я говорил о рабочей культуре? То есть это радикальная альтернатива. То есть это очень важно. И мы воспринимаем каждый сегодняшний день борьбы как шаг к будущему. И тут еще одно понятие, которое любили использовать революционные синтекалисты – революционная гимнастика. Что это значит? Это значит, что да, мы, может быть, сейчас бастуем за то, что нам на 2 копейки больше платили. Но тут важно не то, что нам только платили на 2 копейки больше, как сказали бы три глиниористы, а то, что тут важен сам опыт борьбы, сам опыт самоорганизации. Вот так, как человек разминается, чтобы не утратить силу мышц и ловкости. То есть текущие забастовки, текущие выступления надо рассматривать в контексте будущей революции. Да, революционная гимнастика. То есть связь тактики и стратегии, связь целей и средств, связь экономики и политики. Здесь очень ярко видно в этих понятиях прямое действие. Вот. Какие методы? Методы разные. Саботаж. Как говорили, революционные синдекалисты за вашу плохую зарплату, мы даем вам плохой бойкот начальников и так далее. Ну и, конечно, стачка. Каждая стачка – это как бы разрыв с капитализмом. И в этом смысле возникает такая идея фикс, идея культовая для революционного синдекализа, вывесительная карточка. То есть как они имеют революцию. Они детально не проговаривают все это. Даже в этой книжке, как мы совершим революцию, по той уже все это написано очень общее. Всеобщая захватная стачка. То есть вот что. То есть как они себе представят революцию? Начинается забастовка, сначала локальная, потом всеобщая, потом захват заводов, потом пролетали и берут под свой контроль производство, потом армия отказываются стрелять, парализуются рычаги капиталистического общества. И все. И вот это и есть революция. Все меняется. Происходит экспоприация капитализма. Вот. То есть всеобщая захватная стачка как революция, как фанацель. Повторяю, после России 5-го года и после того, как это оказалось возможным во Франции 1-го мая 6-го года. Повторяю, постоянные споры. Что такое всеобщая стачка, насколько она универсальна, насколько она возможна. Я уже говорю, их оппоненты говорят, что это все не лепится. Теперь, мне кажется, самое главное я сказал. Давайте теперь очень кратко несколько еще слов. Так вот. Возникает множество споров. Ну, поскольку все-таки москвистая история анархизма, то как анархисты относятся к появлению революционного синдикализма? Надо сказать, что он становится в какой-то момент невероятно популярен. По образцу французов организуются итальянцы, испанцы, американцы. Да, то есть это не случайно Чернов, не будучи анархистом, пишет ряд работ, где он все это... То есть исследуют... Вот 1-й, 10-й и 20-й века это бунт революционного синдикализма. Вот кажется, что да, завтра революция, миллионы рабочих в этих профсоюзах, ВКТ в какой-то момент в 500-600 тысяч человек во Франции, да, на него все смотрят, это образец, как для социал-демократии образцовая партия германская социал-демократия, так же для синдикалистов такой образец, икона, свет в окошке французский ВКТ, но по образцу их возникают аналогичные. Повторяю, в основном в романских странах Европы прежде всего, Италия, Испания, но также, повторяю, в новом свете, в Америке, северный и южный, и в других местах. Но анархисты относятся сложно. У них очень большой набор вариантов. Например, одни говорят, да, надо идти, растворяться, а там, в общем, вот быть анархистом сегодня, это быть синдикалистом. Вот как позиция, собственно, по жильям, я анархист, анархисты и интересуются. Другие говорят, нет, надо участвовать, но не нужно слишком переоценивать, синдикализм это не универсально, важно в них не растворяться. Синдикализм это, мы поступаем со своими анархоэкономистическими целями, синдикализм не предсказывает будущее, может быть, коллективизм, может быть, не по потребностям, а по труду оплаты, это уже ревизионизм в отношении к анархоэкономизму. У синдикатов есть опасность перерождения, все равно. Вот тут происходит очень важное событие, 1907 год. В Амстердаме собирается громадный анархистский международный конгресс. Я о нем уже не раз упоминал, такое, может быть, самое представительное собрание анархистов в начале 20 века. И там происходит битва к вопросу о синдикализме. С одной стороны, француз Пьер Монат предлагает резолюцию, говорит, да, синдикализм, вот это наше все, наш путь, наше построение анархическое будущее. А с другой стороны, такой великий анархист, о котором я буду рассказывать, ну, уже в январе, но очень скоро, через одну лекцию, как Эрико Малатеста, один из величайших анархистов, да, сопоставимый с Бакуниным по своему масштабу личности и влияния и вклада в анархистское движение, он резко против. Говорит, да, пусть будут синдикаты, надо в них участвовать, но мы не должны растворяться в них, синдикаты могут привести к перерождению движения, мы не должны поступать со своими идеалами. И тут я очень коротко хочу напомнить вам несколько главных вопросов. Я о них говорю, но не все из вас были на лекции, когда я сказал, особенно про японских анарх-коммунистов. Вот, там просто эти вопросы были поставлены в 20-30 годы с огромной силой. Давайте вспомним, какие интереснейшие вопросы начинают дебортироваться среди анархистов в связи с синдикализмом. Я очень коротко их позначу. Во-первых, это отношение к индустриализму и урбанизму. То есть, одни говорят, что да, конечно, все правильно, промышленность – это хорошо, заботы – хорошо, техника – хорошо, города – хорошо, классовая борьба – рабочие. Синдикаты, как зародыш будущего общества, профсоюзы, как то, будущего общества, как федерация профсоюзов. Другие ему помируют. Они говорят, они выступают с позиции антииндустриализма. С позиции отчасти прудоновских, крокоткинских. Наиболее ярко это рассказывают аргентинские форовцы, и порские аналит-коммунисты. Они говорят, индустриализм ломает человека, специализирует его, разрушает целостную личность, фрагментирует, воспитывает в духе фабричного рабства, лишает способности к самоорганизации, разрушает природу. Урбанизм, индустриализм и синдикат – это матрица из индустриального общества. Он не может быть основой для анархизма, для общества свободных людей, гармоничных, развитых. То есть критика вопроса об индустриализме, об урбанизме. Отсюда вытекает вопрос о том, что может быть основой будущего анархистского общества. Они говорят, оппоненты, синдикалистов, анархистов. Не в союзе, а коммуны. Не принцип, не общины, принцип не производственной, а территориальной. Будущая общество – это не столько федерация свободных целей, сколько федерация общины. Надо не захватывать производство, надо уничтожать такое производство, вернуться в духу рутитов. Потому что общество-фабрика не породит анархию. Да, вспомните, проработки на сего идея интегрального труда, стирания между городом и деревней и так далее. Отсюда как быть анархистом? Растворяться в этих синдикатах, теряя свою самость, или оппонировать им, или участвовать в нем как-то критически. В общем, повторяю, интереснейшие вопросы, колоссальнейшие вопросы. Философские, социальные вопросы до сих пор важнейшие для любого либертарного, так сказать, иницианина. Так вот, и да, потом, сила синдикатов в их массовости. Но в этой массовости теряется какая-то одна идея. Анархисты говорят, мы теряем свое «я». Да, тут и марксисты, тут человек целостен. Нельзя сказать, что вот я прихожу на завод, я один, я в синдикате, я один, а потом я иду в ней, и я там другой. Тут я анархист, а тут я не анархист. Это какое-то тоже настроение личности. То есть, то, в чем силен синдикализм, такая массовость, отказ от каких-то споров, партийных течений, в этом же ему и слабость. Отказ от своих идеалов, отказ от своих ценностей, отказ от своих целей. Повторяю, раздвоение человека, да, то есть, шизофрения. Ну, на плане, я синдикалист, и как синдикалист я вот это, а как анархист я вот то. Невозможно. Вот. То есть, повторяю, начинается страшная-страшная-страшная политика по всем этим вопросам. И, ну, а тут, вслед за коротким взлетом эволюционного синдикализма, в котором многие увидели прорывы анархизма, выход к массам, влияние какие-то новые анархистские практики, прямое действие, спонтанность, децентрализация, стихия жизни, антиэтотизм, революция. Но тут происходит то, что приводит к разложению, к упадку, расколу, разрыву революционного синдикализма. Давайте я вам последок это скажу в двух словах и прервемся. Что же происходит? Революционный синдикализм должен сдавать экзамен на несколько, на несколько, так сказать, тестов. Первый тест, который на него окрушивается, это оппортунизм. Как только движение становится массовым, как только он добивается первых успехов, выясняется, что капитализм готов реформироваться. Капитализм готов, да, пожалуйста, вы работаете 19 часов в день, вы готовы, чтобы вы работали 11 или даже 10. Вы просите пенсии, вы дадим от пенсии. И многие изначально радикально настроенные работники, активисты, ну, происходит с ними то, что говорят идеологическим языком оппортунизм. И сразу скажу, уже к 8-му году, к 8-му году, ВКТ, цветы и красавицу и синдикализма, в нем доминирование приходит как раз к оппортунистическим силам. Он бюрократизируется, начинает как бы снижать планку своих требований, минимализм. То есть, анархистов оттесняют. Скажем, Эмиль Пурже, он был замп, заместителем генерального секретаря ВКТ и редактором главного издания ВКТ. Но вот, тем не менее, к 8-му году ВКТ во Франции начинает брать верх оппортунистов. То есть, первый такой тест, который сталкивается, революционный синдикализм, это уступки со стороны капитализма. Оказывается, капитализм не обязательно ломать, он может как-то довольно гибко приспосабливаться к революционерам. Первый тест. И многие его не выдерживают. Второй тест, и очень страшный, это первая мировая война. Одна из главных тем революционного синдикализма и анархистизма, замечу, это тема антимилитаризма. На всех съездах, конгрессах, долой войну, долой армию, агитация среди солдат, ответим на войну всеобщей стачкой. Но вот начинается мировая война, это бойня. Народы натравлены друг на друга, миллионы людей гибнут. И начинается бациллопатриотизм, по-чему, оборончество. И многие анархисты даже, и тем более синдикалисты, не сдают этот тест. Они забывают о своем антимилитаризме, о своем интернационализме, ответим на всеобщую войну, всеобщей стачкой. Нет, мы знаем, что, к счастью, Первая мировая война закончилась чем? Братания, социальная революция, превратимую империалистическую бойню в революцию. Вторая мировая война, там уже этого не будет, как мы увидим. В Первой мировой войне это было. Так вот, но все-таки в начале, в 2014 году, очень многие синдикалисты поддались вот этому патриотическому духу, поддались этому оборонечеству. Есть даже Кропоткин и некоторые другие вожди анархизма. То есть второй тест, который революционный синдикализм не очень сдает, это тест на национальный вопрос, на оборончество, на войну, на милитаризм. И из синдикализма во многом потом, вы уже догадываетесь, наверное, что выйдет, да? В том числе выйдет вот в тоталитарное движение, например, фашистского типа. Вот, Винитому Савиниу, да, в своей молодости, знаете, такого связанного синдикализма, например. А, и не только. Многие французские синдикалисты туда, 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 в крайне право, на почве оборончества, национализма, общего такого революционализма, но совсем не либертарного. А потом третий тест, русская революция. Большевизм, магия большевизма. Всем кажется, ну, стал демократом и доверие, они оппортунисты, а вот большевики, да, может, не совсем наши, но у них тут вот так что-то получается, они тоже говорят о революции. И огромная часть революционных синдикалистов клюнет на эту большевистскую приману советской России, да? То есть вот целый ряд таких вызовов. Оппортунизм, потом Первая мировая война, потом русская революция с большевистским соблазмом, потом появится фашизм. И в итоге революционный синдикализм начнет трещать, ломаться, распадаться. Кто-то из него подастся в фашисты, кто-то в большевики, но кто-то, пройдя все эти экзамены, создаст анаркосиндикализм. О чем пойдет речь дальше, да? Кто не поведется ни туда, ни туда, ни туда, да, сохранит чистоту идеалов, пройдет через все эти искушения и так далее, и так далее, и так далее. Из этого родится уже анаркосиндикализм, не будет с революционным синдикализм. Но прежде чем это произойдет, много чего случится. Вот. Но тут я, наверное, уже, да, как всегда, увлекся немножко, да? Вторая часть, может, будет чуть короче. Но прежде чем идти дальше и говорить о том, как вырождался, разваливался, эволюционировал, эволюционный синдикализм, я хочу сделать такую новеллу, как бы вставку, но очень важную, совсем, как бы, ну, если не сегодня, то никогда об этом не расскажешь, а хотелось бы рассказать о Сарелле. Вот фигура, как я сказал, очень неоднозначная, многое у него, мне кажется, прекрасное, многое ужасное. Он не анархист, но он повлиял на все, в том числе и на анархизм, и на синдикализм. А вот, поэтому, ну, вот портрет Джорджа Сарелли. Так что, не знаю, минут 15-20, хотя бы хотелось поговорить. Такое философское отступление в нашей сегодняшней лекции. Итак, Джордж Сарелли, значит, в книжке я его показывал, два слова о биографии, и потом какие-то основные идеи. Вот эта группа полумарксистов, полусиндикалистов, которая где-то эволюционировала в анархистскую сторону, и была рядом с эволюционными синдикалистами, пыталась как-то осмысливать их опыт философских. Да, в ней были и Лагардеев, и Лабрио, но самый интересный фигура – это Джордж Сарелли, годы его жизни. 1847-1922, 1847-1922, он происходил из города Шербург, окончил Баллический и Политехнический инженерный институт, начинал как ремерал, потом стал социал-демократом, потом революционным синдикалистом, но окончил он не очень хорошо, как я и сказал. Вот, пока, пусть это останется тайной. То есть, прошел бурную эволюцию. И он организовал научный кружок имени Прудона, очень характерный, имени Прудона. То есть, Прудон – вот один важный источник идей Сарелли. Ну, от Прудона тут культремесленничество, консервативные идеи, патриархата, кстати, как бы у меня, и антиэтотизм, и еще много чего. На него самое сильное влияние, даже, ну, Маркс, да, хотя, конечно, марксистом его все-таки очень сложно назвать, но из философов на него, Сарель – это, конечно, мыслитель философ, но, на мой взгляд, очень местами гениальный, оригинальный, интересный, и поэтому о нем говорить надо. Самое сильное влияние из всех больше, чем Маркс, больше, чем Прудон, больше, чем Ницше. Ницше, кстати, тоже повлиял на Сареля. Его критика мещанства, этика героизма, витализма, воля к власти. Но самый главный философ для Сареля – это Бергсон. Я не знаю, насколько вы знакомы с философией Андрея Бергсона, но нам она очень нужна. Просто в двух словах совсем, я, конечно, не буду сейчас читать большую многочасовую лекцию о Бергсоне. Сам Бергсон, по своим политическим взглядом, не был никем таким, не революционером, не анархистом, был либералом, но Андрей Бергсон – это великий французский философ, живший в это время, наступавший, имевший вероятный успех, очень намного влиявший. И это крупнейший представитель так называемой философии жизни, которая относится также и ничьей. И что для нас важно? У Бергсона есть мысль о том, что жизнь не познать разумом. Жизнь – это спонтанность, это творчество. Очень важная идея – творческий порыв. Критика с позиции интуиции – рационализм. Разум не знает жизни, только интуиция может простить жизнь. Идея творчества, идея спонтанности, витальности, жизни – вот некоторые идеи Бергсона, которые оказали на Сореля колоссальное влияние, и он перевел их в такую социальную плоскость. То есть Сорель принадлежал к такому журналу, очень влиятельному, простите мой, не такой французский, «Лей Мувменд Социалист» или «Социалист», то есть социалистическое движение. У этого журнала был подзаголовок «Бергсонианское левое». Сам Бергсон довольно скептически относился к такому подзаголовку, но он говорил, что они меня довольно адекватно понимают, но я к ним не имею отношения. Вот сам журнал «Лей Мувменд Социалист» назывался «Бергсонианской левой». То есть они дали такую революционную, либертарную интерпретацию Бергсона. Ну, основные книги Сорели, их много на самом деле. Ну, вот кое-что я уже показывал, да, «Введение в изучении современного хозяйства». Самый главный его хит, конечно, это «Размышление о насилии». Это самая известная его книга, наиболее на все повлиявшая. Ну, например, еще одна книга у него замечательная, называется так. Называется она, ну вот, «Введение в изучении современного хозяйства» – третий год. «Размышление о насилии» – это шестой год. Шестой. Еще у него вот две работы, которые я назову. «Социальные очереди современной экономики». И дальше интересное продолжение. «Дегенерация капитализма и дегенерация социализма». Замечательный, да, этот заголовок. Это тоже шестой год. «Социальные очереди современной экономики», «Дегенерация капитализма и дегенерации социализма». Шестой год. Ну, и еще у него есть работа «Всеобщая забастовка и насилие» – десятый год. Ну, и много других. В общем, повторяю, я не хочу сейчас. Сорель, может быть, заслуживает наверняка отдельные многочасовые лекции, но я не могу сейчас ее устроить, но все-таки остановиться на нем надо. И вот Сорель – та фигура, которая связана между собой Берксона, Ницше, философию жизни, марксизм, синдикализм, Прудона. И еще, если вы немножко знаете историю философии, вы почувствуете, хотя… А, ну надо заметить, да, что он еще состоял в связи, переписывался с другими крупнейшими мыслителями, социологами, политологами. Например, был тесно связан с таким, наверное, известным вам человеком Роберт Михельс, как Паретто, переписывался с Паретто, с Михельсом и Крочи. Крочи – это итальянский философ-гидельянец, а Михельс и Паретто известны прежде всего как исследователи партий, политических элит и критики, бюрократии и так далее. Вот, то есть, в общем, хорошее у него круг общения, да. Вот, так вот, он связывает между собой синдикализм, отчасти анархизм, бергсонианство, марксизм, и вышло из него много что. Ну, и еще одно имя, которое надо упомянуть, говоря о Бергсоне, которое мне сразу приходит в голову, Бергсон, ой, Бергсон, Сорель, извините, вызывает целый ряд ассоциаций, но прежде всего Макс Вебер, еще и великий современник, потому что одна из основных тем Вебера – это одна из основных тем Сорелья. Это тема рационализации, модернизации культуры. Вот это вот ключевое слово – рационализация, да, которое связывает через Сорелья, Вебера, Бергсона. Как вы знаете, Макс Вебер считал, что дух капитализма состоит в том, что его цель – максимальное извлечение прибыли, а путь – рационализация всех сфер-жизм. Это, наверное, бессмысленно. Вот, вот, о том же самом размышляет и Сорелья. И в чем-то он, на мой взгляд, даже предшественник франкфуртской школы, например. Ну, в общем, Сорелья можно писать в очень много разных контекстов – политических, философских. Повторяю, фигура – это очень непростая, какие-то его идеи, мне кажется, прекрасными, а какие-то вызывают ужас. Причем все взаимосвязано. И вот Сорелья говорит, что на самом деле, да, свой социализм он называет моральный, то есть очень важный этический аспект, этика, консервативный социализм, консервативный социализм. Он критикует социализм, он критикует прогресс. А именно Сорелью принадлежит такое словосочетание, которое вы наверняка слышали, как «иллюзия прогресса». Он придумал такой штамп, да, знаменитый, вошедший в нашу жизнь, иллюзия прогресса. Прогресс – это химера. Он критикует прогрессизм, да, консервативный социализм, политический социализм. Ну, у него еще разные другие самые названия. И, конечно, он порывается мнению базовыми домами Маркса с идеей прогресса, с идеей индустриализма, с точки зрения Сореля происходит катастрофа. Тотальная рационализация общества ведет к массовлению, к стиранию личности. Вот одна из главных тем Сореля, очень ближающая, вот с Вебером и с Франкфурицем, это мысль о том, что мы живем в обществе, и она безумно актуальна, мне кажется, в обществе, где качество вытесняется количеством. Очень важная идея. Значит, он говорит, нельзя свести квалифицированный труд к неквалифицированному. Вот как Маркс, там, три часа работы, там, грузчика равно, там, часу работы, там, ювелиры. Нет. Нельзя растворить качество в количестве. Это очень важно, да. Ну, вот мы сейчас живем в эпоху рейтинга бальной системы, ЕГЭ, там, не знаю, штамповки всего и вся. Вот мы очень ярко видим этот дух бюрократии, дух рационализации, регламентации, отмены идентичности, самости и так далее. Вот Сорель очень болезненно это воспринимает. И он говорит, что рационализация проявляется в разных видах. С одной стороны, в виде капитализма. Причем тут у Сореля есть такая, можно сказать, спорная мысль, что начавшись как производительная цивилизация, капитализм вырождается в финансово-торговое, в ростовщическое. То есть на смену фигуре производителя пришел ростовщик, пришел финансист. И капитализм с его рынком – это логика замены качеств в количестве, уничтожения идентичности. Во-вторых, это система представительства, парламентализма. Парламент – одно из проявлений рационализации современного мира. Когда вот общая воля подавляет личность, представитель подменяет человека, наступает царство вещенина, обывателя, героическая этика сменяется, этикой потребительской, ну, в духе нитши, да. Вот. Это эпоха стиентизации культуры. То есть наука, разум, все можно предсказать, вера в прогресс. То есть такие разные, казалось бы, социальные феномены, как рынок, парламент, научный стиентизм, деквалификация труда, оказывается, Сорелем показаны как явление одного порядка. То есть, повторяю, тут очень много ассоциаций с Вебером, с Перксоном, естественно, с Франкфуртсом. И вот Сорелем вот всего этого восстает. То есть он критикует, естественно, капитализм, и особенно эту эволюцию капитализма в сторону финансового капитала. Критикует парламентализм и его некупосредничество. Торговля, занялки, материальные услуги. Он говорит, социализм – это не борьба за то, чтобы платили на 3 копейки больше. Социализм не должен быть экономическим, как у Маркса, в интервине. Социализм – это новая этика, новое сознание, это разрыв с общества, а не попытка в рамках его встроиться. Социализм должен быть этическим, а не экономическим. Не логика торга. Социализм должен спасти личность, спасти качество перед логикой торжествующего количества. Парламент, рынок, капитализм – все это для Сореля какие-то опасные, разрушительные феноменки. То есть, повторяю, тут такой очень интересный синтез идей Прудона, Берксона, Ницше, ну и другие, о ком я вам рассказал. И, соответственно, ключевое понятие философии Берксона – творчество, спонтанность – он переводит на язык социологии и обозначает как труд, как производство. Он говорит, в центре общества должен быть производитель. Не потребитель, не финансист, не торгаш. Производитель должен создать свою этику, рабочую, пролетарскую. Производитель против финансиста. Прямая демократия против представителей. Интуиция, воля, стихия жизни против любых мационалистических доктрин, научных теорий, того же научного социализма, марксизма. Вот, примерно, ну я, конечно, очень грубыми стихами описываю Сореля, чтобы вы примерно поняли, про что это, откуда это, чего это. Акцент на героическую этику, на качество, несводимое к количеству, за волю, за интуицию. Вот, при этом, повторяю, определенные консервативные элементы, критика растущей специализации и уничтожения ремесла, он противопоставляет сельское хозяйство и ремесло, где есть труд качественный и квалифицированный, фабричному деспотизму, где труд становится дисквалифицированным количеством. Повторяю, нельзя ремеслировать качество в количество, нельзя. Поэтому, отсюда критика индустриального общества и идеализация общества аграрного и ремесленного типа у Сореля. Вот, то есть, такие антитезы, да. Вот, то есть, такая всеобъемлющая критика современных процессов, начиная от веры в прогресс, научный социализм, рынок, парламент и капитализм. Повторяю, это очень мощный такой набор разных идей, которые утворили очень многие теории, течения, движения, как вы, наверное, догадываетесь. То есть, это могло приложить философию жизни Идши и Перксона к социальной реальности. Выстроить нечто оригинальное и глубокое. И вот тут мы подходим к важнейшей, в одной из идей, самых известных, даже если вы почти ничего не знаете о Сореле, вы, наверное, это знаете. Это его теория социального мифа. А Сорель говорит, что надо противопоставить рационалистической, элементирующей научной утопии, например, марксистской, социальный миф. Ну, это вообще очень интересно, потому что реабилитация мифа, изучение мифа, начиная с романтизма, да, миф, как не просто сказка. Вот Сорель говорит, это, тут он сближается с некоторыми идеями Бакунина, кстати. Бакунин говорил, что не столько голова, сколько воля движет человеком и массой. Бакунин говорил об идее силы, которая приводит в движение и порождает революцию. Бакунин говорил о противопоставлении жизни и науке. Вот тут очень похожие вещи, да, у Сореля возникают. Он говорит, миф – это то, что мобилизует массы. Миф – это переживание. Это что-то более глубокое, чем просто набор каких-то идеологических или идей, там, штангов, научных теорий. Миф создает идентичность. Миф объединяет, миф мобилизует, миф двигает. Миф иррационален, эмоционален, в глубине архетипичен. Ну, примерно, современник Юнга, да, он не знал таких, наверное, слов, как архетипы, поскольку еще сам Юнг их не знал. Но, в принципе, он про это говорит. Социальный миф – как двигатель истории. То есть, еще раз, противопоставим социальный миф, эмоциональный, глубинный, коллективный, действенный, волевой, какой-то рациональный научный концепт, который от головы, который надуман, жизнь против мыслей. Да, вот прям по-худински такой поворот. Вот. И такой главный миф, который он выдвигает, вы, наверное, догадались, это миф о всеобщей стачке. Он говорит, что не так важно, может она состояться или нет, важно, что трудящиеся в нее верят, и что они действуют, и что это тот миф, который задает какие-то ориентиры, миф о разрыве существующего общества. Миф о всеобщей стачке, в частности, да, как социальной революции. Вот очень важная идея, да, то есть миф – это что-то целостное, мощное. Опять же, очень двусмысленно. Можно сказать, что здесь много глубокого, интересного, а можно сказать, что здесь есть и какие-то очень неприятные вещи, манипуляции и так далее. Миф в плохом смысле слова, как некая идеологическая конструкция, способная зомбировать массу. И так можно понять царелли, и мы тоже не будем сильно неправы, если так истолкуем. То есть, в общем, он противопоставляет представительной демократии, рынку, фабрике, что качественный труд, сельскохозяйственные, ремесленные производства, самоуправление. Миф как основу социальной борьбы, критикует фабричную систему, выдвигает идею децентрализации, спонтанности. То есть, как вы видите, тут много и общего с анархизмом, и от личного. Следующая его важнейшая мысль – это идея важности насилия русских. Он говорит, что пролетариат должен выполнить героическую мораль, пролетарское насилие, как основу всего, такой героизм, то, что обновит общество. Должны быть боевые профсоюзы, которые пройдят новую мораль, новые ценности. Ценности не количественные, а качественные. И при этом, писал Сарай, надо сказать, в силу чести, социальная революция не должна стремиться заменить одно правильное вещество другим. То есть, задача революции – не поменять элиты, а уничтожить этатистское общество. Да, нет посредничества парламентскому, нет политиканской партии, даешь новую рабочую мораль, основанную на пролетарском насилии. В общем, вот такой вот, повторяю, моральный, мифологический, консервативный социализм Сарайля. Добавлю сюда еще такой штрих, как патриархализм. И вслед за Прудона, но, может быть, не в такой степени, Прудон патриархалист. Он за ценности семьи, за то, что, соответственно, патриархат – это хорошо. Это тоже часть его консервативно-социалистического воззрения. Ну, что можно сказать, если очень коротко, да? Во-вторых, нет времени застревать подробнее. Мне хотелось немножко познакомить вас с Сарайлем, тем более, что вы можете теперь почитать. Если вы заинтересуетесь, есть еще один автор, точнее, дам, исследователь Сарайля. Я ее сегодня не принес, потому что мне ее книжки взяли, но не вернули. Самарская, Е.Ф. Самарская. Вот, можете найти ее книжки. Там «Большие главы Сарайли», где она очень подробно и глубоко разбирает его мысли. Я впервые с ним познакомился лет 15 назад, именно из этих книг, или 10, они там давно выходили. Самарская, Е.Ф., да? Вот, у нее есть книга, в которой «Большие главы Сарайли». Вот, вы можете ее почитать, помимо «Смала Сарайли», конечно. Ну вот, вот, а как эволюционировал сам Сарайль и что из него вышло? Понятно, что из такого как года идеи может родиться что угодно. И анархизм, и большевизм, и фашизм. Они родились. Сам Сарайль был против Первой мировой войны, хотя он не пацифист, он считает, что война вообще это блага, она обновляет общество, но мировую войну он посудил. Но вот в конце жизни он стал очень с большой симпатией относиться, с одной стороны, к Муссолини. Муссолини был фанатом Сарайли и перевел вымышления о насилии на итальянский язык. А с другой стороны, к Ленину, к большевикам. Он говорил, что Ленин – это вот что-то настоящее такое русское, там, Робеспьер, Маркс и Петр Первый в одном лице. Вот, то есть проявлял какие-то, с одной стороны, профашистские, с другой стороны, профашистские симпатии. Он умер в 1922 году, не знаем, куда бы дальше занесла Сарайль его плодовитые мысли. Но важно то, что Сарайль продемонстрировал, как и многие интуиционные синдикалисты, то, что из синдикализма может родиться что угодно. То есть, да, какие-то очень симпатичные анархисты в идее, спонтанность, творчество, глубокая критика современной культуры. А с другой стороны, патриотрат, а с другой стороны, культ насилия, а с другой стороны, элитаризм, тоже вот это ничанское. Да, и это близко к фашизму и фашистскому типу эволюционализма. Да, то есть из Сарайля он будет черпать и крайне правый, и крайне левый. На него к Сарайлю оперировали французские правые анархисты, аксион францесс, цельдитые, печально ультраправые французские группы. Ой, то есть, повторяю, идеи Сарайля оплодотворили не только анархизм и синдикализм анархистского типа, но и фашистов, например, повторяю, на Сарайне, для ее возмышления насилия на итальянском. И тут мы эта новелла, это отступление о Сарайле завершаем, поскольку надо же было где-то о нем сказать в нашем курсе и, естественно, сегодня. И возвращаемся к синдикализму. То есть, смотрите, революционный синдикализм переживает ряд экзаменов, которые он не сдает. Часть синдикалистов отходит в сторону оппортунизма, реформизма, отказывается от революции. То есть, часть синдикалистов значительно поддерживает мировую войну, встает на позиции оборончества. Тут надо только упомянуть такое событие. Я не знаю тоже, когда я об этом еще упомяну, поэтому лучше сейчас. Например, Италия была в 2014 году накануне уже социальной революции. Там есть такое понятие «красная неделя». В 2014 году рабочие начали захват предприятий. Синдикалистский профсоюз там насчитывал почти 500 тысяч человек. Ну вот, начинается мировая война, и революция, повестка сменяется временно. Повестка мировой войны. И многие синдикалисты уходят в национализм, потом в фашизм. Наконец, еще раз повторю, в конце войны появляется большевистский режим. И большевики приманивают к себе какую-то часть синдикалистов. И не случайно интересовался Ленину, симпатизировал, например. И вот, повторяю, из революционного синдикализма вышли и какие-то фашисты, и анархисты, и ультраправые. Какие-то часть синдикалистов обратились к большевизму, видя в нем революционность. То есть, были правы, наверное, те анархисты, которые говорят, что революционный синдикализм – это такой компот, эклектика, где нет четкого либертарного ядра, где все перемешано. Ну, и в результате рождается анархисты синдикализм, как то, что выходит уже из революционного синдикализма, пройдя через все эти искушения, развилки, выборы и так далее. Так вот, но еще раз напомню, да, те вопросы, которые встают в это время, вопросы очень важные. Как относиться к индустриализму? Нужно ли опирать будущее, либертарное общество, на индустриальную матрицу, или нужно ее разрушить? Эти технологии, этот образ жизни, эти города, эти заводы, эти фабрики, это разделение труда. Являются ли профсоюзы ячейкой будущего, или они несут на себе печать прошлого, или акцент надо делать на коммуны? Анархисты должны работать в профсоюзах, отражаться с ними, или создавать что-то свое. Тут тоже разные варианты нарисовываются. Хочу завершить разговор о революционном синдикализме одной красивой цитатой, которая мне очень нравится. Этот статус сказал такой человек, отец современного российского анархизма, но бывают блудные дети, а бывают блудные отцы. Это Андрей Исаев. Он сказал в 91-м году фразу, которую я очень люблю, он сказал, «Синдикализм без анархизма – это фашизм». Но это, мне кажется, совершенно точно сказано, потому что если мы берем синдикализм минус анархизм, мы получаем фашизм, мы получаем корпоративное государственное население, патернализм, рабочих, организованных по профсоюзам, но при этом авторитаризм и так далее, и так далее. Вот, да, эту фразу просто можно на стенку повесить. Так вот, повторяю, несомненно, синдикалистский элемент и для становления итальянского фашизма, и испанского фаланхизма, ну, в меньшей степени, может быть, национал-социализм и гитлеровского толка. Но, тем не менее, да, то есть, если мы вычитаем из синдикализма анархию, то есть идею свободы, свободы личности, либертарный дух, самоорганизацию, но оставляем все остальное, прибавляем сюда госпитарнализм и так далее, то мы получаем модель корпоративного государства, муссолиниевского, франкистского, ну, в меньшей степени, может быть, гитлеровского толка. Вот, поэтому, повторяю, ревосиндикализм – это вот такая вот интересная вещь, из которой очень многое может вырасти. Так вот, теперь мы переходим с вами к революционной волне 17-21 годов. Вы знаете, что лихорадило не только Россию, но и весь мир. И, в ту же Европу, вспомните события в Баварии, Менгрии, Германии, например, и в Италии. В 20-е годы еще одна итальянская несостоявшаяся революция, когда рабочие начинают захватывать заводы Милана, Турина. Но опять оппортунисты спускают забастовку на тормозах, и в итоге приходят на солинию очень скоро. Вот, что происходит с мировым рабочим движением? Рухнули старые структуры, изменилась повестка дня, изменился весь ландшафт. И, напоминаю вам, в 19-м году первые в городе Амстердаме собираются социал-демократические профсоюзы и создают амстердамский интернационал профсоюзов, идущих за социал-демократию. Примерно 30 миллионов, кстати, рабочих, но все у них очень много. В 20-м году большевики рекомендуют, они создают профинтерн, пытаются создать такую же штуку, только в мировом масштабе, при себе. То есть, вот во главе, проводящихся вольф училищских партий во всем мире и при них в профсоюзе. И они очень пытаются сманить к себе революционных синдикалистов и анархистов, которые пока еще не разобрались, что тут происходит в России вообще. И в это время большевики очень активно с ними заигрывают. Они говорят, мы не стал демократами, мы неопортунистами, мы радикальными, приходите к нам, у нас хорошо. Но тут на них посмотрели разные анархисты, типа Эмма Гольман, Александра Бермана, и сказали, нет, у вас нехорошо, ребята, мы лучше не с вами. И в 21-м году из России под наживом, в том числе, анархистских профсоюзов высылают, как я уже говорил на предыдущих лекциях, большую группу анархистов. Таких ключевых, таких как Максимов, например. Они и вообще на Западе начинают как-то разбираться многие симпатизирующие анархизму в рабочем движении, анархисты, собственно, что нет. Ну, конечно, нам не стал демократами, но нам не с большевиками. В 21-м году после Кронштадта, после того, как Гольман пишет свою книжку «Мое разочарование большевистской России», знаменитую, о которой я буду рассказывать буквально на следующей лекции, следующая лекция будет как раз значительно себе посвящена имя Гольман. После этого, наконец-то, последними опомнились анархисты, после того, как в 19-м году социал-демократов, в 20-м большевики создали свои такие интернационалы профсоюзов, в 22-м году, к самом его конце, в Берлине, собирается Конгресс. Большую роль на этом Конгрессе играют русские эмигранты-анархисты, которые, повторяю, смотрелись на ужасы большевизма и способны передать эти ужасы наглядно другим. И создается МАТ, Международное товарищество рабочих, или МТР, то есть, ну, она тоже заявляет, что она продолжается в первом интернационале, как и все. Ну, в общем, Берлинский интернационал профсоюзов, как его иногда называют, или Международная ассоциация сотрудящихся, короче говоря, вы поняли, вещь идет об анаросиндикалистском интернационале профсоюзов, вот том самом, о котором Вадим Домян написал сегодня «Два титанических фронов». Ну, сегодня я скажу только о его начале и об общих тенденциях развития, а потом продолжение у нас, как говорится, в следующих сериях. Я уже сказал, что здесь были те группы, те профсоюзы, те люди, которые не поддались ни на патриотизм в 19-м году, ни на большинизм в 19-м, 20-м, ни на оппортунизм, которые считали, что нужно сочетать анархистскую идею с революционным. То есть, вот, скажем так, я уже дал такую математическую формулу, революционный синдикализм – это анархизм плюс революционный марксизм. Можно сказать, что и революционный синдикализм возник как реакция на социал-демократию, а анархосиндикализм возникает как реакция на большевизм, по-моему, ну и на фашизм с другой стороны. И это другая формула, это революционный синдикализм плюс анархизм. То есть здесь вот это анархистское и либертарное ядро выявляется более отчетливым. Правда надо сказать, что профсоюзы, которые объединились в АМТ, в 2020 году в них было 2 миллиона трудящихся. Немало. 2 миллиона. Что это за профсоюзы? Давайте посмотрим. Прежде всего это МКТ, это испанцы. Примерно 600 тысяч человек, потом оно будет еще больше, гражданского они вообще 2 миллиона. Вот. Испанцы, главный профсоюз анархсиндикалистского интернационала. Но также здесь итальянцы УСИ, также здесь шведы САП, также здесь немцы ФАУД, ну я не буду расшифровывать все аббревиатуры, да, просто можно писать аббревиатуры. Также здесь и индустриальная рабочая, знаменитый синдикат американский. Также здесь фора аргентинская. То есть вот, ну и ряд из них более мелких. Примерно 2 миллиона человек. Испанцы, итальянцы, шведы, немцы, югентинцы, агриканцы. Вот. Есть разные сценарии. В некоторых случаях это профсоюз анархистов, состоящий из анархистов, как фора тугентинская. Она до 200 тысяч человек рассчитывала. То есть это было именно организация идейных анархистов и профсоюзная организация примерно. Я о ней рассказывал. Это очень интересно. Или как японские организации, куда более мелочисленные, куда более радикальные, о которых я тоже уже рассказывал на предыдущих лекциях. Иногда это была модель Испании. НКТ и ФАЕ. То есть НКТ это профсоюз в целом анархистский, но более многочисленный. А есть чисто анархистские организации, Федерации анархистов и Берии. И вот они как-то с параллельным взаимодействием. В общем, повторяю, были разные сценарии, разные стратегии. То есть аналог санитикализм вышел из вот всех этих катастроф исторических. Из мировой войны, из большевизма, из надвигающегося фашизма. И судьба его была достаточно трагична. Достаточно трагична. Как сказал, в качестве гений, Соломей, наверное, вылетает в сумерки. Вот тут то же самое. То есть, что происходит? Давайте кинем такой беглый взгляд на дальнейшее, чтобы понять, почему у анапсидикалитского движения, первоначально очень боевого, радикального, довольно многочисленного, судьба была довольно печальна. Почему так получилось? Ну, тут есть непосредственные причины, а есть более глубинные. Если говорить о непосредственных причинах, то можно сказать, что аналог санитикалисты попали в мясорубку между разными тоталитарными движениями и были просто и диктатурами, и были уничтожены физически. Ну, давайте сгибать пальцы. Ну, Россия, понятно, большевики. В Италии, в основном, где у Муссолини, фашизм. Дольше всех продержались испанцы, но там тоже гражданская война, франко-фашизм. А в Германии Гитлер. В Аргентине пришла жестокая диктатура, которая покончила скоро в 30-е годы, окончательно почти. А в Японии гильтаризм, императоры, да, все вот это вот, тоже перебили анархистов. Вот. То есть, мы видим, как физически просто выкрашиваются сотни тысяч участников анархистского движения, да, в разных странах. С русскими большевиками, немецкими нацистами, итальянскими фашистами, испанскими фалангистами, диктатурой в Аргентине, диктатурой в Японии. Вот. Единственное, островом, где они выжили и куда, в конце концов, перебежал секретарь Анате, это была Швеция. Но как-то Швеция все-таки в роли лидера мирового анархистикалистского движения при всем к ней уважении как-то все-таки странно, да. Вот. То есть, это уже такой вот музейчик маленький. Такой островок, когда все полно огнем. Ну, вот. Это с одной стороны. То есть, можно сказать так, что в героической борьбе в 20-30-е годы она к синдикализму физически уничтожена, и это будет право. Ну, если вспомним, что такое Муссолини, Сталин, Гитлер, Франк и так далее. Вот. Ну, можно сказать, Дамье, да, задает тут очень высокий уровень рассуждений, я хочу на него опереться. Можно сказать, что анархистикализм был в каком-то смысле обречен по более многим причинам. Вот что породило его, мы уже говорили. Эпоха потрясений, радикализм, то, что есть первое поколение рабочих, там, общинное сознание, труд не фрагментирован, возможно, реальное самоуправление на производстве, социальная сфера создаёт самими рабочими, есть рабочая культура, традиция, борьба, можно верить в всю общую забастовку и в возможность общества без хозяев. А что такое 20-й век? Если мы сейчас оставим в стране все эти ужасы, там, главные осветства. А 20-й век, ну, не только век тоталитаризма, это век индустриального, массового общества и социального государства. И вот, всё, что я говорю раньше, оно надолго исчезает. Что получается, помимо физического разгрома участников движения? Во-первых, индустриальная эпоха. Специализация, мы уже говорим, форгизм, пейлоризм, бодика иерархии, подчинение, она выбивает почву из-под идей самоуправления. С другой стороны, социальное государство, да, ну, оно воцаряется в среде 20-го века, попозже, то есть капитализм реформируется, государство постепенно берёт себе социальную сферу. Оно выступает в роли посредника, оно подкупает рабочих. Рабочие становятся не альтернативой этой системе, а её частью. Государство берёт постепенно пенсии, штрафы, вот вам эти копейки, вот вам рабочий день регламентированный. И исчезает вот эта вот очень важная основа для революционности анаркосиндикализма, да, массовой. Да, то есть вот всё вместе. Индустриальность, индустриальная эпоха, массовое общество, социальное государство, а тут ещё и весорубка мировых войн тоталитарных режимов, да, то есть подрывается сама социальная почва под тем, что породило анаркосиндикализм. Повторяю, упускается ему шанс. Да, он даёт ряд великих битв, самый великой в Испании, о чём мы, конечно, поговорим ещё. Ну, в общем, он обречён надолго, по крайней мере до 68-го года, когда ставится совершенно новая повестка дня, появляется новая идея, и анархизм выходит из состояния глубокого анабироза. Но об этом всё в своё время, да. Наступает очень долгая эпоха катастрофы, да, анархистских ценностей, идеалов, и движений, и людей, и анархисты превращаются в кучку сектантов и музей истории движения надолго, на 30-40 лет. Вот, но об этом, повторяю, будет одна из лекций у нас, об этом периоде в истории анархизма от 20-х до 60-х годов, ну, 30-х, если вычесть Испанию. Вот. То есть, повторяю, очень показательно, что если Первая мировая война закончилась, во-моему, в Братании, тем, что солдатам надоело воевать, и они стали разрывать с логикой милитаризма, патриотизма, да, повернули оружие против хозяев и устроили революцию, то Вторая мировая война почти этого не дала оружие. Это очень яркий показатель деградации общества и человека, и интеграции революционных альтернатив этому обществу. Вот. То есть наступает вот эта вот очень, мягко говоря, мрачная эпоха, буржуазная, индустриальная, бюрократическая. Повторю, у нас сегодня лекции, видите, такие в основном какие-то философские вершины, и то разговоры с Орыли, то каких-то социальных процессов 20-го века. Как я уже говорил, сегодня мало эпирики, мало явок от рисов порой не дат, но много каких-то общих мыслей. Вот сегодняшняя лекция, она как раз такая у меня, проблемна общего свойства. Вот. Ну вот, наверное, то есть я надеюсь, что мне удалось обрисовать, что такое революционный синдикализм, да, откуда он взялся, чем он был и как он выродился, на что распался. Я попытался в двух словах сказать, откуда возник анархосиндикализм, о начале его существования, но не в конце, потому что впереди она, действительно, еще Испания. И сразу скажу, что анархосиндикализм, конечно, не исчез совсем, потом появится идея студенческого синдикализма в 68-м году, мы об этом поговорим. И анархосиндикализмское движение существует и до сих пор, и МАТ существует, хотя и в очень небольшом количестве, но, скажем, в шведский САП входит 1010, это второй профсоюз после социального демократического профсоюза, состоящий на позициях анархосиндикализма. Например, 10 тысяч это все-таки не такая уж маргинальная секта, тем более для не такой большой Швеции. Вот, в Испании там 20-30 тысяч асмонкады. Ну, о современном состоянии анархосиндикализма потом. Просто я хочу сказать, что это не совсем история прошлого, да, она еще продолжается, вот, в очень сложных масштабах, ну, и традиция это не совсем маловыто, она уничтожена, хотя, в значительной степени, да, по тем причинам, о которых я сказал. Вот, то есть, нельзя сказать, что анархосиндикализм полностью исчез и просто осталось снять шляпу перед покойником. Нет. То есть, он как-то продолжается, в очень островных масштабах, конечно, вот, но где как будет для Швеции, Испании, это не такой же микроскопический масштаб, например. Вот, но об этом в своем время, когда мы дойдем до современного анархизма, в конце 20-го, начало 21-го века, я об этом, конечно, еще скажу тоже. Поэтому сегодня такая главная лекция о синдикализме и анархосиндикализме, но не единственная, да, как я упоминал об этом раньше, так я скажу об этом дальше. Вот, вот, ну, наверное, чтобы вас не слишком натомить, скажу, как всегда, о чем пойдет речь в ближайшие лекции, которые будут в начале уже, не в начале, а в середине января, а потом наверняка у вас будут какие-то вопросы. Так вот, что будет следующий раз, 16 января, у нас начнется такой мини-цикл, завершающий разговор об анархизме от Борисской коммуны до Первой мировой войны. Если мы до этого пробежались по странным континентам тенденциям, поговорили о культуре, сегодня о синдикализме, то я, моя любимая тема – это личности, портреты, движения – это люди. Нельзя говорить о чем-то без ником, есть конкретные теоретики, практики, фигуры. И вот три лекции я хочу посвятить фигурам. Также четыре лекции я посвятил фигурам русского анархизма, также три лекции я хочу посвятить фигурам нерусского анархизма. И вот я могу сказать, чтобы вы знали, может быть, вам не все интересно, что нас ждет и кто нас ждет. 16 января мы будем плать про американцев, четыре фигуры. Прежде всего, Эмма Гольман, конечно, замечательная, ее сподвижный сарайник друг Александр Бергман, Генри де Виктора, великий американский писатель, анархист, и Бенджалин Тайкин, такой интересный теоретик. Это нас ждет 16 января. Ну и потом, скажем, следующая лекция была посвящена итальянцам и французам. Там такая главная фигура, конечно, Молотеста, которая сегодня уже была велика Молотеста. Потрясающая судьба, совершенно детективная. И два француза, это Элизе Реклю, великий географ, мыслитель, друг Кропоткина. И это такая интересная фигура, как Виктор Серж. Не совсем анархист, но интересно о нем поговорить. И последняя, третья лекция этого мини-цикла будет посвящена немцам, трем немцам и одному поляку. Это Макс Никлау, главный историк анархизма. Это Рудольф Рокер, главный теоретик анархизма по национальному вопросу. Это Маккей, Джон Генри Маккей, возродитель Штирнера. И поляк Эдвард Абрамовский, очень интересная фигура, его называют польским Герценом, создатель этического социализма, показавший большое влияние на польскую солидарность, например. Очень интересная, очень симпатичная фигура. Это те люди, которые нас ждут в январе 16-23-30-го, чтобы вы знали, как-то планировали, если хотите ходить не на все лекции, а на отдельные. Вот, ближайшая лекция, в общем, еще раз повторяю. Вольман, Бертман, Тора, Такер. Вот, ну вот, я хотел себя не очень растягивать, но все-таки растяну. Но, тем не менее, если у вас еще остались силы, то можно задавать вопросы. Пожалуйста. У меня вопрос. Да, да. Вы когда говорили об Жорже Сарведове, говорили, что университет, потому что капиталист, сперва капиталист, вернее, сперва был производительным, а потом стал финансовым. Но потом он говорит о том, что вообще люди должны быть себе производительными. То есть он, получается, за капитализм, который производят... Ну, скажем так, да, не случайно одна из его работ называется «Дегенерация капитализма, дегенерация социализма». Дегенерация социализма, понятно. Всего трещение социализм стал а государственным, б научным, С. Мещанским, превратился в парламентскую торговлю за копейки и ушел в экономику. А социализм должен быть героическим, этическим, революционным, непарламентским. Это что касается социализма. Что касается капитализма, тут сложнее. Как ни странно, может быть, но, опять же, не забудем, что на него очень влиял Крутон. Сарель не коммунист, в смысле, там, полного кропоткинского варианта. Ему симпатичные, независимые, свободные производители, ремесленники, там, не знаю, крестьяне, квалифицированные и так далее. Вот. И он говорит, что когда капитализм появился, вот, там, такой всеобщая честная конкуренция, да, ну, может быть, конечно, идеализированный вариант капитализма, разумеется, мы помним, что все будет совсем так, но Сарель так это рисует. Вот. А потом наступает, с одной стороны, государственный монополизм, государствление, да, как… Вы помните, что в это время как раз создаются теории империализма, все эти, там, Каутский, Гильфердинг и все остальные, да, монополистический, империалистический, там, госкапитализм и так далее. Значит, с одной стороны, с другой стороны, на место фигуры свободного производителя, конкурирующего с другими, приходит, я не могу сказать, что Сарель – это идеал, для него, наверное, солидарность важнее, чем конкуренция, но все-таки приходит госпонополия, приходит банкир, приходит расставщик, рабочий труд дисквалифицируется, приходит огромная фабрика, ломающая человека, вот. Ну, то есть примерно так вот рисует. В этом выражается, с точки зрения Сареля, дегенерация капитализма, вот. То есть если в нем было какое-то изначально что-то хорошее и здоровое, то он тоже выродился, и социализм выродился. Но, в целом, Сарель, конечно, против капитализма, вот. Но, повторяю, это не значит, что он до конца, допустим, коммунист, да. Сложно сказать. Вот как-то так. Примерно можно так, наверное, описать его взгляд на все еще. Спасибо. Еще раз. В какой-то нигде он называет теорию социального мировоззрания? Вот размышления о насилии. Ну, это, в общем, я говорю, это его главный труд. Его всем советую прочитать, потому что, как вы, наверное, поняли, он богат разными идеями, противоречивыми, спорными, но интересными. Спасибо. Вы еще вопросы. Ну, вы упоминете социентизм? Да. А как социентизм соотносится с позитивизмом? Не совсем поверьте, но все равно. В смысле, вообще? Вообще, да. Абсолютно. Поэтому, 네. То есть, позитивизм — это самое сциентистское из всех сциентистских установок. То есть, это зрители ультра сиентизма, в сути, да? Абсолютно. Нет. Просто главная характеристика позитивизма — это сциентизм. Позитивизм говорит, что наука — наше все, ученый — власть, наука — самая себе философия и все такое. То есть позитивизм — это самое сциентистское из всех возможных мировоззрений и философий. В каком-то смысле это превращение науки в Alrighty. Ну да. Ну, собственно говоря, сам товарищ Конт вот этим и закончил, и предложил создать новую религию человечества, ученые нового человечества. Это пародия на религию в виде науки, да. Это буквально, когда наука стоится на кроме религии, она в нее вырождается очень быстро. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы. А, кстати, вы сказали, что он трагически закончил? Ну, трагически в том смысле, что мне не очень симпатичная его эволюция, да, то есть умер он в своей смерти, ее никто не убивал. Нет, ну просто, повторяю, как вы, наверное, поняли, сам человек творческий, он много раз менял свои взгляды, эволюционировал, проживил он дольше, он, может быть, еще как-то эволюционировал, да. Но просто на момент своей смерти он, а, дружил с монархистами и ультраправыми, типа вот так все, во Франции, во Франции, б, с теплым чувством отзывался о поднимающем голову итальянском фашизме, и Муссолини он был симпатичен, был взаимной любви, как я ему сказал. И «Ц» он издалено с определенной симпатией отсылался о Владимире Венче, о большевиках, и, в общем-то, его широкая душа, она, в общем, ко всем ним испытывала симпатию. Но что первое, что второе, что третье не вызывает у меня восторга, поэтому я искал, чтобы плохо плачал. Субтитры сделал DimaTorzok